бегом аж прибежал на этот стул привет ребята это я серёжа это серёжа и микрофон подкаст спасибо что включили это на ютьюбе спасибо что слушаете это это там где вы слушаете подкасты может быть это вообще венамп вы скачали аудиофайл перелетели из двухтысячного года сюда двухтысячного года в 2020 и любите венамп и скачали аудиофайл и слушайте венамп и включили еще визуализацию чтобы были такие огоньки неважно где вы это слушаете и смотрите спасибо вам что включили серёжу микрофон подкаст приятно быть вашей компании и так чего хотел сказать во первых гость сегодня он о май гад саша гудков сегодня к нам пришел прикиньте и жаль что ему нужно было бежать я вообще хотел записать четырехчасовой эпизод этого подкаста потому что я так много хочу его спросить обо всем что я его большой фанат большой поклонник очень уважаю сашу мы с ним давно знакомы приятельствуем и я очень уважаю и естественно беседа лилась мне кажется что в некоторых моментах я даже раскрыл сашу как-то вот по-новому для себя во всяком случае точно мы поговорили о семье какие-то важных переломных моментах в истории саши в его жизни потом как устроена эта корпорация под названием чекен карри канал о том как устроен орган зачем ему вообще работать для урганта когда он уже как мне кажется стал гораздо узнаваемые и уважаемые с точки зрения юмора он перерос ваню это мое мнение вот о чем мы только не поговорили ребят пожалуйста усаживайтесь поудобнее это очень очень классная беседа вот давненько таких не было и после беседы сашей гудковым пожалуйста не выключайте сразу аудио или видео потому что я постараюсь ответить на некоторые вопросы которые вы прислали в прошлых комментариях ну или после это мысли которые вы озвучили вот считаю что обратная связь важна что я наговорил ночью нормально получается говорить получается я я возбужден я перевозбужден потому что саша гудков так и перед тем как я с ним заговорю вайрей клане вот просто в ноги паду корпорации почему все корпорации компании вайрей вообще-то вайрей это корпорация в отличие от чекен карри и big numbers это настоящая корпорация спасибо им за поддержку нашего подкаста просто благодарность не знающих границ все давайте начинать серьезный микрофон подкаст уши наушник надеваю заставку давай вот и мы с тобой саша сидим ну привет ну привет а ты специально ухо так сделал чтобы лучше меня слышать а да а это я привык потому что ну как бы а вот так вообще сиди как тебе удобно что ты меня слушаешь ну давай так а так затошнило как в новых airpods их да ты пользуешься но нет а это что там какие-то штучки специально это странно то есть она высасывает из твоей головы вернее они высасывают из твоей головы весь воздух и ты не слышишь ничего это очень странное ощущение то есть ты слышишь только за что в наушниках слышишь как работает твой мозг ну вот как видимо так же ну ладно как дела ну слушай неплохо нормально начало года уже работаем со второго числа ты вообще отдыхаешь ну да было дело два дня что ты знаешь про подкасты ничего я знаю что есть куджи в которую я не так не дошел и знаю что издание поперечный на и ты все не так на самом деле очень много да всем коллегам респект большой а короче это не интервью мы типа сидим с тобой такие сели и и беседуем вот ну рассказывай ну у тебя прекрасная студия здесь это же какая-то супер лакшери квартиры у нее никому не показывает прекрасным ручником ручной работы с я вот это было здесь когда мы сняли этот офис но сгул и мы чуть не убираем боимся да но потому что это всегда такое видим это очень дорого ногами плелось что мы в ресторане тарас гульба что-то такое армянское мне кажется а да я есть какая-то армянская не украинская точно ну ладно саш на самом деле очень рад что ты пришел пришел ко мне это очень занятой спасибо тебе родной да уж сколько мы с тобой переписывались не зашел я должен попросить тебе еще в том году я я взял твою методику ну ты на самом деле акула ты знаешь если тебе кто-то нужен ты вцепляешься и пока вот не получишь что надо не отцепишься я такой может вот эта твоя метода на тебе сработает не смотреть это как бы не акула акула как бы откусывает а я прилипала короче это вот около акулы мы такие мелкие мерзкие рыбки плавают присасываются и вот потихоньку досасывают досасывают а то что вокруг акулы плавают иногда доедают вот это я тогда в этом отношении да ты стал хорош в этом там сколько людей ты затащил за это гореть мне в аду я знаю что это уже не благостное дело да не почему все же довольно был такой что ты кого-то пригласил не потовок на у нас там классный креативная движуха там кто-то пришел и потом тебе пишет ты чё удков вообще что ли но я думаю в лицо наверное никто не сказал но чем черт не шутит было такое наверное слезам было видно но человек не очень доволен бывало что и во время съемок делать видно что напрягается но в конце концов все равно мне кажется все выводится куда положительному знаменателю ну да пока 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 чеки кто я не очень громко говорю нет 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 ты просто в наушниках да 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 я слышу эхо я думаю боже как будто я в это в абхазских пещерах на новоафонске почему у тебя как-то кавказ тут в голове ну потому что такое эхо только там было говори громче в смысле ближе к вот вот так и пока тву в общем все с каким-то положительным знаменателем но почти после каждого выпуска то вылечен очередного нашего опыта на чекен карри я всегда извиняюсь почему но есть всякие косяки которые происходят вне зависимости от проследили мы не проследили очень много бывает выкладываем сейчас же youtube можно как бы остановить и сделать скриншот не замазали тот там номер не замазали туда ссылку выложили случайно номер карты и в общем и пошло поехала ты говорил что ты был вчера в останкино да я начали работать вчера был первый день вечерний ургант ты все еще в команде урганта да зачем тебе это надо я по я почему я спрашиваю вот почему не не про не про твои взгляды не про не про идейность всего этого у тебя же просто нет на это времени тебя все разрывают на части и ты это свое время еще отдаешь большую часть вот так это же наш главный офис дело в том что помимо вечернего урганта все ребята которые со мной в чекен карри мы же все сидим в останкино помимо пока что-то придумать для ву мы тут же бежим что-то делать для чекен карри и это все вот такой узкий коридор и мы же тоже как либо рыба прилипал на теле здорового проекта вечерний ургант такие наши на липы и на рост и мы а у вас нет такого знаешь я когда раньше диджей ствол да ты диджей раньше бро я ездил по стране с диджей с этими и мне пишут только давай знаешь тричок без двойных дат это что я также спросил смысле что это но когда мы тебя привозим а ты после значит диджей с это у нас клубе едешь соседние а то есть они не платят за номер не платят за билеты и просто снимают сливки вы получаете у вас двойная дата получается то есть вы ну как двойная тройная тройная даже ну ладно но все у нас у вас нет проблем вообще вот смотри вы раньше вы всегда были частью ваша команда ты говоришь частью вечерний ургант да и все являются что приходит эрнст и говорит так ребят вы чё это тут мы вам дали компьютеры дали вам ручки листы вам дали а вот чё это на половине листа только пишите для урганта а вторая написано для кого-то другого чего-то такого не было нормально пока ну мы живем в мире согласие а нет такого что это витает в воздухе сука но постоянно ургант идет по коридору видит тебя такой саш а потом да это не витает воздухе потому что война тоже с нами в этой же в этом участвовал может быть это просто об этом не не видит это что тайные тайные течения да тайные течения так ваня как бы по любому с разрешения ивана это все это и дело на базе в у погоди то есть чикен карри это филиал в у в интернете ну нет это нельзя об этом сказать но в душе как бы если мы говорим о чисто человеческих отношениях то мы филиал всего это вообще нас соединил в у мы в у это очень семейный проект дело в том что каждый человек который работает вечерем урганте делать очень много всего по-разному от администрирования до прости господи распечатывания этих картинок в общем каждый мы как бы самозанятые самозанятом в общем варимся в себе как по-моему вещи в себе не помню кто это кавка или не помню кто это не кавка этот господи ладно не буду я по философии тройка была в общем и каждый человек делает очень много задач все много функциональны и сейчас мы пришли к такому видимо после семи лет работы вечерний орган пришли к тому вот такому способу работы что мы все успеваем раньше может быть не очень успевали и ругались по этому поводу сейчас почти все успеваем не хочу вас поссорить давай вообще ни в коем случае вообще тут я не не за скандалом прикинь нет нет я за дружбой пришел к тебе я тебя люблю саша ебой и а ну вы же можете без вечерний орган то уже давно прожить вы большая величина в интернете сейчас вы можете запросто прожить без этого зачем вам это все нет как бы я могу арендовать половину моего офиса да это здоровенный и что мы будем работать на мязницевой ну уж нет нет у нас вот каворкинг а каворкинг да ну нет это это нужны стены у нас есть компьютер нас если где у нас кстати а дайте пожалуйста ручку меня у нас есть ручки big numbers так который я так понимаю что бумаги экологические которые переваривают которые биоразлагаемые до из картона серёж дело в том что ни за какие ковришки мы не уйдем к тебе в каворкинг потому что здесь сердце есть человеческие отношения как бы если не хотя бы москве живем но не стоит забывать о них делал тут уже дело совсем другом мы не мы не про мы не про деньги вы то не про деньги мы за идею работы ладно хорошо я я к тебе не лезу смотри ты стал невероятно популярен так это где нет такого что все хотят навязаться тебе в друзья ну как тебе сказать вернее это нормально да смотри с приходом в нашу жизнь и у такой функции как инстаграм и другие мессенджеры это стало очень легко то есть каждый человек можно сказать мне бро а ну-ка пойдем бухать или бро и сгори в аду и сука когда горит вот этот красный один как бы директ мессенджер такой думаешь не могу не проверить да 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 но там же там уже не знаю сколько этих сообщений бывает что перед сном я проверяю там сливки верхние и боже зачем я это открыл не всегда там положительном ключе но ржу я постоянно если там допустим супер какая-то грязь я всегда захожу посмотреть кто это мне написал всегда у меня просто истерика всегда это или то ли это 14-летняя девочка то ли это женщина с двумя детьми которые выращивают фиалки то ли просто мужик такой какой-нибудь крупный который там на лодке надувной ездит я ну а те кто пишут хейт да 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 у меня это был вопрос но на две трети эти аккаунты все закрыты они все на ноль фотографии выпущены в ноль постов но они все пишут там с горе в аду или там почему так сами не высовываются а наказывают те кто вы не что может это специально такие сделаны может такие супер боты я не знаю что это параноик да 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 хейта очень много сереж ну правда а у меня как раз был вопрос что у тебя был хейт как мне кажется да начале карьеры когда там был только хейт и вдруг появляется вот саша гудков все-таки программа дает сбой у зрителей не по ним ошибка ты ты всех раздражал да 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 был не похож ни на кого кто был до этого и это нормально люди боятся нового и в какой-то момент какой-то я не знаю в какой-то прошлый позапрошлый год все-таки гудков мессия если президент то возможно гудков я могу процитировать огурченко элементарно привычка и уже стал дурным тоном говорить про тебя плохо значит не сечешь поляну но через два года это будет тогда опять в обратную пойдет все же по спирали неужели пишут хейт конечно связаны с чем ну с моим поведением то что видим как я разговариваю раздражает тембр голоса раздражает манера подачи раздражает людей может затрагиваем с тем что мы затрагиваем у себя в чекенкаре и вообще ну по-разному 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 манер поведения наверно то есть еще помимо своего собственного поведения гребаешь еще за продукт конечно же за это же я и да и как говорит гриша и вадик то что и как бы и лавры тебе и говно тебе гриша вадик это серый кардинал и чекенкаре это мои близкие они 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 разумно ушли в тень но это правильно и как ты с этим справляешься вот вот много хейта ну вообще 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 к ненависти я привык еще со времен берлинского парада при со времен квн а потому что там был под ну одна треть какая-то как бы знаешь вот допустим мы когда в винятинах играли всегда доходишь там до то же самое было помнишь когда есть и смотр некий смотр квн ских войск в сочи когда выстраиваются перед амиком там все смотр кто готов сражаться юмористический а кто идет прости господи рыть эти траншеи в регионалках и играя вот лет семь наверное или восемь также играя как и в вышлиге мы ничего принципе нас толком не поменялось может быть мы стали чуть умней не учусь ну в общем стали умней и у нас никуда не брали потому что ну ой ужас боже только в москве такое проходит допустим приезжая нас каждый год послали в разные ну вроде бы веселые но поиграть и там допустим хантамансийский год поиграем к на российский приезжаем ой вы хантамансийский финале были но это классно там видимо на ну вот здесь вас не поймут давайте в минске поиграйте а давайте в воронеже давайте еще в центральной лиге лампа а давайте в по выступать и вот так все погоняли и везде мы как чистого листа доказывали что ну мы как бы мы имеем право на существование потому что не было как такового и вообще его не было нам было легче потому что не было интернета никто не мог как бы сказать посмотреть наше выступление в других лигах и мы прости господи возили почти одно из города в город но и в какой-то момент прищелкнула руководство к вену что вот вроде норм давайте попробуем но я не знаю чего это было решение от там есть миша гуликов мне кажется что это он попробовал нас там если ты знаешь кто это знаю да и хейт летел все равно все и потом когда нас покупать лизеру пошла уже волна всероссийского российского российский уровень то тут-то был только между как-то сказать только был в зале иногда там что-то говорили а сейчас уже как бы потом пошли комментарии потом пошли бы там какие-то звонки смс-ки звонки вот мне ни разу не звонил слышно слышно но и раньше говно да я же раньше не думал что не надо брать с незнакомых номеров так и вообще и у меня выработался какой-то супер иммунитет по этому поводу я на самом деле не особо раздражался когда это все дело потому что понимал что мы ну мы все равно являемся раздражителем монета по сути нравилось наверное да я потом только это понял что мне нравилось будет раздражать а серьезно красной тряпкой да которая но да лиц всех серьезно а сейчас ты себя ощущаешь раздражительным да конечно ну допустим почему я очень мало веду мероприятий потому что знаю что у них мало в принципе вообще не веду потому что знаю что есть супер люди которые 15 лучших ведущих лучше меня в разы любое мероприятие потому что им это по кайфу и они универсальные а у них приятный голос они знают у них поставлена речь они знают что как запаху и паузу забить что там как бы подлететь сюда выпить здесь я же по этому поводу рефлексирую жутко я как простить я все время когда мне саша проведет мероприятие вы готовы на четыре с половиной часа слушать дверь скрипучая которая не смазана ну в редко кто там как бы ну не знаю мне кажется что половина людей которые сидят на этом корпоративе думает боже когда заткнется нет тебе кажется это все в твоей голове вот смотри а бывает такое что я тоже хейта устойчивый но тебе тоже летит я же не летит особенно когда я стал делать никакие неуспешные вещи да вдруг это кстати вот тоже вот проблема когда ты успешен делать что-то классно все таки вас чувак как только ты облажался все таки тыкс рань так вот а может подвел ты мой я тебе лайк поставил ты подвел мой лайк ты подвел лайк тебе нужно новую песню сделать все умри просто и так далее ну неважно но бывает хейт залазит в голову да то есть люди пробуют по-разному тебя задеть бывает что-то залазит в голову если ты охотно читаешь что тоже тебя все равно может обидеть или уже ничего не может обидеть ну давай ты думаешь да уж как взять сейчас я отвечу ну знаешь когда приходят на личностные какие-то отношения вроде как бы семьи и что-то такое и она я же на конечно злюсь от того что но эти люди вообще не знают мою семью но лезут вот такие отношения но я так понимаю что это уже сейчас мы живем такое время вошли 20 год и форма как сказать ну достигла какого-то максимального экстремума вот если говорить что форма подачи информации каждый человек может сказать тебе что угодно да это же самоирония ты чего про мать твою тушение шутишь вообще или там заметил а что хейтеры пишут ты говно думаешь чувак ну да я пошутил спасибо что ответил да 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 такое сейчас как бы степень градации того что может ты можешь сказать повышенно мы когда начинали работа комментаут мы очень переживали но когда в этом году появился чтобы дальше мы поняли вот вот уже совсем другой уровень еще более прости господи экстремальный еще более даже не эпатажный а вседозволенности сказать в лицо что угодно не апеллирует даже шуткой за этим за этим за этим ты гандон да и как бы а почему ты гандон ну как бы вот это гандон почему гандонский вопрос понимаешь да как бы блин ты сейчас вот ты про семью сказал я хотел про семью твою узнать ну давай в общем да когда ну и не хочу становиться хан джой когда там запишут ну ты же про семью там еще что то пишут вот такой супер теплое и личное ты же должен понимать что ты делаешь ты же должен ну понимать куда ты зашел когда ты вляпался там и такое может быть это же юморист как бы ты должен такие же вещи сам делаешь это тебя аукается терпи да 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 и я не вот не будучи брюзгой ну ну написал и написал ладно что там у тебя есть какой-то универсальный совет когда ты как ты себя можешь успокоить в такие моменты людям которые сталкиваются с хейтом не знаю одноклассников или тоже какой-нибудь полублогер или блогер но просто в принципе написали неприятное как такового совета нет я просто знаю что молодое юное поколение мои любимые зумеры которые сейчас я когда езжу всех там поколения умер эшда не сейчас мы же с тобой x поколение есть мы с тобой бумеры бумеры это стоит это тот кто родился до 63 по какого-то там не помню абэби бумеры да там мэби бумеры ну может быть наши родители бумер да нашел бумер мы с тобой поколение икс потом поколение игрек сейчас умер и ну ладно я так все это недавно прочитал на блюпринте это разрыв конечно мы с тобой и это и наши я потерял нить дело в том что молодое поколение привыкла в этом жить и обидеть допустим ну как допустим в 14 лет или там в 13 лет сейчас 13-летним 14-летним подросткам жить гораздо легче потому что они уже видят что допустим они не не некрасивые они чуть-чуть уникальные вот дело в том что как бы каждый подросток уже в 14 лет знает свою рабочую сторону он может быть прыщавый и это не стесняться у него кого-то там какой-то косой глаз а так я пойду в косоглазые модели и не знаю там если там что-то я вот сделаю подкаст прости господи лопауких людей и и сейчас может такая вот она это diversity что разнообразие видов им легче чем нам потому что мы у них есть броня у них и они в пяти лет подписи господи четырех лет уже в интернете они в этом и варятся конечно и когда уже взрослеет а хейту они относятся гораздо легче чем мы с тобой потому что броня у них уже простит младенческого возраста а мы с тобой прости господи мягкотелые подушки из тогаса которые висят на витрине типа мы богатые но нас никто не покупает тебя покупают еще как ну ладно я просто говорю вообще сейчас горячая штучка на рынке да подожди и вот справиться с хейтом у меня нет универсального какого-то средства нету этой вот этой таблетки это и панацея что там говорят ну мы же надо принять мы живем такое время что любой человек каждому может написать ужас и вот надо жить с этой мыслью наверное ну написал а ты напиши хорошие ну закон причины и следствия ты сделал хороший тебе придет хорош а он написал плохой ему придет к плохое да я заметил что когда-то на хейт реагируешь типа да сам такой слышно я тебе докажу это не работает когда ты на хейт реагируешь положительно пытаешься найти хоть что-то приятное в том что он сказал либо себе что-то приятное это лучше всего тебе да 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 как бы так ты как бы прожил этот комментарий и смирился с ним а там уж этот хейтер с ним но мне очень нравится когда даже когда на абсолютный такой как бы есть такие прецеденты когда ну допустим инстаграм когда вот допустим я представляю сколько прилетает допустим ну возьму филиппа киркорова сколько ему прилетает всего вообще в личку там не знаю в директ и есть случаи когда официальный аккаунт филиппа киркорова ну просто размазывает этого человека допустим а когда женщина там пишет допустим про очередные ремейки а он да пошла просто там издать там от отебись там что-то такое там мне ну и пишет это в в ну прям в открытую с официального аккаунта и мне это случай то выводит гомерический смех потому что вот это без апелляционность просто не разобравшись ситуации просто пожалуйста да уходи из моей жизни я тебя не держу а прикинь я знаю что маша запустила такой пост и не знаю я всегда думал может как-то поддерживаем каким каким-то ну потому что это очень не срочно в общем это появилось сразу в одновременно у многих инфлюенсеров это хэштег я против хамства в интернете не видел такую штуку что одновременно там вышла и там и у маши огромный пост виногаровой и там и ида галич и настя являя в общем абсолютно дурацкая затея понимаю что мы никто не справится с этим нет нет не надо кормить троллей а вы против хамства вы вас это бесит так вот сейчас я вам дам маша миногарова и кто там еще и за галич считают что люди сразу на сто процентов все созрели а люди проходят какой-то путь но от ноля до ста процентов ну смотри я начинаю скатерку трогать от жалуста да пожалуйста пожалуйста и девка ну ну прости я про сто процентов осознанности да многие люди не понимают многих вещей и они себя ведут плохо не потому что они плохие они просто не понимают этих вещей нужно просто это прожить и говори не хами это скорее скорее маша миногарова должна сама на хамство реагировать положительно или как-то так и не пропагандировать хамство и если человек ее читает он такой а вот так можно это классно чем говорить мой руки это такой назидательный тон мне кажется да это не моралитет знаешь такое как бы я в этом отношении поддерживаю машу потому что она хотя бы об этом говорит вот в чем мне надо молчать дело в том что ну я это действительно так девчонки же в чуть ранее в нас хотя мы тоже супер из песка сляпана и моя любимая фраза дело в том что ну когда безапелляционно пишут тебе страшила там сгори в аду прыщавая тварь да почисть лицо и сходи там на чистку лица посмотри у тебя горб конечно рано или поздно ты сядешь на стул ну почему все так пишут и делают но в этом отношении маша является неким рупором вот вот ты просто говоришь то что обратную реакцию запустят а почему а почему бы и нет но как бы маша то не является не совсем так прекрасно что поднимаются такие вопросы машей да я просто считаю что она обращается к тем кто с ней согласен а к тем кто с ней не согласен так это не работает понимаешь просто те кто с ней согласен что хам хамить нельзя скажут конечно спасибо тебе спасибо тебе саша гудко что такое говоришь а а те кто не согласен это просто так не работает ладно не будем с тобой этими нет ближайшими бабками у меня так у меня такое отношение что ты делаешь я представляю сколько тебе хотя летит потому что не все что ты делаешь однозначно потому что на все основано на твоей первородной чуйки не все принимает что ты тоже все они почти не думаешь что что у тебя вот что сейчас пришло брелота и ты это и делаешь что я не думаю что осознанно идешь на улицу и сейчас я так лопану вот того я подлетаешь и тут же делаешь все темпризационно я понимаю не все стопроцентное в этот раз во первых я могу ошибаться я принимаю ошибки во вторых я понимаю что если человек пишет мне хейт вот не такой знаешь неконструктивный скорее всего он злится на себя а не на меня то есть если человек кто-нибудь походил на психоанализ к психологу да часто понимаю что есть как бы как бы проекция своих чувств на другого понимаешь да я часто понимаю что человек злится на что-то другое а я просто причина сказать эту злость а может быть ты слишком хорошо выглядишь тогда да вот ну понимаешь я смотри с разные причины хейта может быть я действительно сделал глупость и тогда мне нужно это признать и извиниться либо я понимаю что человек не сдался день я часто бывает такое что чем хейтер мне что-то пишет я говорю а что такое бро почему так да ладно блин спасибо что ответил да ты еще молодец почему бро почему все кого-то называется да это это уже видимо как бы твоя какая-то коренная привычка уже и не выдрать все бро у меня очень много смотрю американского контента короче потому что нет когда я смотрю интервью прости господи у юра дудя я думаю ну как даже прекратить говорить бро почему как бардыш который говорит виш да потому что под конец я уже говорю ну как это так возможно это не паразит этом а как будто его родила мама и бро мне нравится бро это это же бро это же брат я понимаю как если говорить брат это немножко уже такое чеченского что такое клоп неожиданно клоп 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 это уже очень очень обидно я думаю я бы не хотел услышать свой адрес клоп послушай клоп послушай клоп ну смотри а я вот поймался на мысли блин начинаю скатерку опять это трогать вот смотри дело в том что ты все ловил когда на мысли что теперь раздражает абсолютно ну вот интернационного ты смотришь и тебя ты этот человек тебе вообще ничего не сделал и он вроде бы как хороший но ты не можешь смотреть это и тебя он тебя начинает как бы внутри коряжет абсолютно и я же понимаю что для многих людей я такой ну вот смотри много лет назад висела афиша какого-то сериала на стс и там актер делал так а я-то на метро ездил и я еду думаю стука я тебя встречу я тебя ударю и я потом начал задумываться а что он мне сделал я что про него знаю я про него нельзя ничего во первых он роль играет во вторых это выбрал такой кадр дизайнер может быть там были классные кадры во вторых в третьих он просто попадается мне везде это не его вина его везде расклеили я просто не хочу что его видеть эту рожу а он везде есть я также понимаю что возможно кого-то я раздражаю по вот таким же причинам я возможно раздражаешь попадая в поле его зрения против его воли ну как и я также вот допустим мы снимали ксюша собчак кусочек интервью и оператор ко мне подошел ксюшиной команды говорит что саш как бы я сейчас вот как бы делать но ты меня просто бей почему потому что я не могу твою рекламу эту беру она меня просто раздражает я не могу с ней жить почему это придумали ну почему да агрессия все вообще на рекламу киткатов которые я участвую по телевизору показывают каждые 30 секунд каждый понимаешь и могут я могу просто бесить человека потому что насколько можно меня смотреть я его прекрасно понимаю я знаю чем подумал мы про киркоров заговорили у меня раздражала реклама саша рева я ему по-моему об этом говорил я не мог смотреть рекламу гиги за шаги она меня просто раздражал там там все не ритмично он не попадал в липсинг это такой какой-то какой-то стран я не могу я переключить то что нашла сколько-то 6 и 7 секунд постоянно что перед каждым роликом youtube поэтому я сделаю youtube премиум а ты написал саша реви нет меня раздражает небо где-то с ним пересеклись и мама я вам этого разговаривал с ним лицо сказал ему да 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 и стало легче да так вот может люди пишут хейт чтобы им стало легче блять просто они сказали тебе сообщили тебе им стало легче жить я одно время не я не мог слушать песни елки потому что ее грёбанная вибрато зачем ты все время так вибрируешь своими голосовыми связками куда так много и потом сидели я антон севидов и она она подошла чтобы знать антон свитов я говорю слуху я думаю тебе а тебя ну ладно давай потом поговорим об этом да они не ко мне не ко мне как к нему я говорю слушай ты такая классная я взял у нее в слово хуйкой для проекта лилдик потому что это на украинском типа не типа дизреспект а мы его хуйкали а потом вот такие или хуйкую туда это уже хорошо да да это хуйкую это уже типа респект да блин мы классно посидели и я говорю слушай прости я я не думал что такая классная вы можете скажу я ненавижу твою вибратор и терпеть его не могу и мне после этого стало нормально слушать ее песни то есть я от этого испавился а вдруг в этот момент лиза пошла рыдать может быть и и все и рассказал я знаю бро но по-другому я петь не буду я говорю ой респект и понимаешь может быть хамство в интернете и пусть будет и люди избавились и стали добрее а может быть мы все как бы не бы я то уж вряд ли вряд ли а ты и ваша виногарова васили бы может быть для этого и нужны чтобы людям легче выложить а ну-ка понял все я понял я этот я впитываю человек массовую бумажку чтобы вся агрессия чтобы в горобу меня положили просто 600 хуёв спине как ёжик я должен тащить а ваша миногарова должна сделать так как мне кажется не должна слова должна ужасная могла бы сделать так я отношусь к к своему инстаграму как клубу классных ребят если в клубе классных ребят завелась паршивая овца который неконструктивно и грубо пишет я просто блокирую но я думаю что маша так и делает это таким образом у меня в комментариях клуб классных ребят и за нет агрессии и ты живешь выдуманном мире а ты окунись в мир хэйта вот она а знаешь я насчет хотел сказать киркоров про выдуманный мир он же жил в двух реальностях до интернета был популярен очень сильно и во время интернета он по-прежнему популярен очень сильно и раньше если кто-то к нему подходил очень редко как твой оператор говорил знаешь что филипп ты мне не нравишься твой костюм идиотский но таких людей было мало в основном все на улице кричали филипп сейчас такой и продолжается потом у вас появился интернет ухты ничего себе какое изобретение смотрит и там слышь ты гандон и вдруг понял как много людей он бесит представляешь какая драма у человека ну я знаю филиппа может быть шапочная но знаю что он это все переживет и нас с тобой переживет абсолютно харизма просто уровня сатурн я может быть не понимаю не разделяю все что он делает но я абсолютно точно уважаю его очень уважаю баскова басков вообще идеальный селеб идеальный я всегда говорю об этом спрашивают какой идеальный гость вечернего года вот еще русская земля не родила двух фолиантов которые на любую передачу придут и будет классно будет огромных просмотров youtube будет огромное количество просмотров в телевизоре будет вообще приятно смотреть и все вот как бы эти два человека умеют и подставиться и пошутить а это так по-западному наверное при этом сказать ребята все это я это я но да и это круто это очень действительно по-западному когда они к себе серьезно не относятся и это давно было всегда было в николая баскова поэтому его по его песни полный отстой для чего они существуют но ему реально респект он идеальный селеб про мне всегда приятно на него посмотреть когда он куда-то приходит потому что он источает какую-то жизнь да нет это сто процентов по поводу твоей семьи а только давай тебя с путиным знаешь что родит а ну что полная вообще отсутствие информации про тебя я вообще ничего про тебя не знаю да про путина все известно расскажи мне про свою семью где ты в семье кого ты родился по маму папа давай ну короче есть на девяносто шестом или там по разному сейчас измеряются километре от города москвы есть южная подмосковный город ступина вот оттуда я родился вылез в 7 месяцев из мамы а ты ранее да очень 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 не терпелась не терпелась мама говорит что просто чихнула 40 минут как любит рассказать историю когда вот рождение у меня сестры наташки наташка лезла два дня а ты просто пошла сама я в роддом и ты пунь 40 минут и ты уже вот на подушке это наташа старше даже 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 да наташка играла со мной в команде команда федора днятин если там кто-то посмотрит и наташку можно узнать даже до сих пор работает ступина сейчас она возглавляет она художественный руководитель дома культуры города ступина его и мы купили кресла она делает там дни города одни молодежи елки а у меня бро тоже до руководитель дом культура в кирове вот видишь тоже старший не мальчик не мой брат а мой мой большой двор утром играли в квн он теперь тоже руководит дк и говори что у меня есть в кирове собственный дворец вот дима целищев привет все как бы мама и папа работали на градообразовующее мероприятие ступинской монтургической компании раньше дубан комбинат после советского союза стала компанией потом это все естественно во время время они оба там работали да 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 в 64 цехе это трубопрессовый цех то есть твоя мама и папа не отдыхали друг от друга на работе не отдыхали друг друга на работе я в этом даже цеху проходил практику в месяц работал что делал ну мы я уже как бы но я не был не физическим трудом занимался мы были бы как сказать технологами в этом потому что я закончил мати московский технологический у меня была практика пройти вот в этом цехе я слышал как тебе сказать потому что там огромнейший ангар 4 пролета мы работаем в первом роте где прессовая чушка давит там достаточно а моя мама в четвертом она принимает она контролер я слышу мат мамин ёп твою мать нина разностенность разнотенность почему моя мама очень громко разговаривает когда я включаю там ребятам по громкой связи но абсолютный крик и наверное у нас с наташей мы очень громко разговариваем дома все это у нас итальянская семья потому что мама безумно громко разговаривает потому что ей приходится каждый день проходилось каждый день и орать через четыре пролета и на на фоне работающих станков и крановщиц и все что угодно и мат в нашей семье вообще не табу потому что мама на нем живет прости господи мамуль райсан ради бог потому что она очень вкусно разговаривает на этих всех словах и он ей идет и она как бы когда уже у нас иногда ну я не я не матерюсь при маме но когда что-то там надо сказать процитировать что-то я как бы уже не стесняюсь круто и мама как бы ну сашка как бы ты как бы нормально но потише а сама просто лепит вот что я бы ни за что не сказал что ты как называется есть вот я тупил только давай есть гуманитарий а есть тихнари тихнари ты тихнарь вообще до кончика пенис то есть ты вот сапромат ты все сдавал я пятерка я же по сапромат у меня я могу сейчас мне кажется даже рассчитать потому что это был один из любимых моих предметов в институте это понимаешь я не могу объяснить ты не скучаешь поэтому не решаешь какие-то какие-то уравнения я был я нет я был у и да галич вот в шоу где там 11 11 11 типа селеба сражается с школьником на с первого второго там 3 4 и мы принесли с этим уравнений и такой я думаю что не решу пожалуйста вообще просто как орешек да вообще легко помнят для меня это реально магия потому что я не знаю как я закончил школу я не понимаю я не по я не учил ни одного урока нас по-настоящему я просто что-то писал я вот и как бы понимал что ты пишешь или для меня химия физика что еще было геометрия я просто все так пункт пункт из все списал все дожди а что ты знал подожди я сейчас я вообще не понимаю как я закончил школу я не знаю ни черта я чуть-чуть очень как бы ты всем учителям гол бро давай тройку я я я просто присутствовал на уроках списывал даже ты был хулиганом нет я просто супер тихоня то есть илья огурцов которого я играю часто это я это я только что не играешь рованы на чуть-чуть я как бы плюс а ну но это в общем я я просто съел или просто существовал я рисовал на задней странице тетрадки больше 15 лет сначала нет почему 15 ну да сначала 12 лет в школе и потом три года у него я просто рисовал и просто где эти картины то она поэтому для меня люди которые реально понимают что в химии и физике и вот я форму я вы просто это потом это же супер это как это можно ну я не знаю ему как бы для меня вообще не было проблемой это какой-то принос ну да дядя до класса был вообще меня не было четверок одни были пятерки ну как был круглым отличником ну я и не скажу что я особо старался как бы так получилось ну как бы мне было очень легко и мы у меня больше всего в дневнике этих красной пасты когда маму вызывали в английское собрание естественно только ваш сын смешит девочек ваш сын проткнул ручкой мальчику рот ваш сын рассмеял смешил там учительницу они не могли закончить урок ну это как такая вот в основном за поведение было не очень а потом когда перешел в другую школу там 10-11 класс уже лицей там конечно было чуть похуже потому что как бы сказать там собрали все сливки нашего города и всех были амбиции амбиции стать отличником там когда потому что при вступительные выпускные экзамены в этом в этой школе приравнен вступительным в мате все хотели получить высшее образование у меня там была одна тройка только по английскому языку но она потом из-за того что заучка я просто легко это давалось да но на них ясно смотри допустим вот в лицее я учился точно потому что не знаю когда бы меня поставили в тяжелую группу на в тахар группу по английскому языку прежде придя из первой школы допустим то я не знал ничего мы там просто мяч кидали там болт 3 там не знаю спун фолк стейбл вот так мы это а тут пришли только на английском языке конечно я все учил конечно я у меня ну вот в лице я учился а когда а грамма поступил в институт в мате вообще тоже без проблем там начался квн и не какие-то учителя перепады разделяли и шли на встречу шли на встречу да а какие то нет палки а ты закончил да мати закончил у меня тоже тройка одна тройка в дипломе это по философии блин круто а вот как раз по гуманитарным наукам с ума сойти я понял почему я не учился я все время летал в облаках каких-то облаках летал я серьезно я думал про муравьев я тебе не шучу в младшей школе я думал как муравь как муравьи устроены как они там у меня там я их рассматривал ходил во дворе я думал про космос я рисовал ухты блин трансформеры это круто я сидел и я такой хуйни думал так потому что не было ничего так я сам такой же был я тоже дохлая собака давай-ка поковыряем если вы здесь если там давайте господи черви давай посмотрим поковыряли нет тебе пока еще не загнила потом бросаешь эту ванчики в этот в лужу и они сворачиваются 14 лет какие там что все уже там бухали ходили а мы да но во время уроков ты вот и был сфокусирован да 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 я вообще был не все время как типа ну главное что не бухали а то есть такие которые пили во время перемен у меня абсолютно не не было событий в жизни до 25 лет прикинь ноль ну типа знаешь заварушка просто рисовал заварушка не было я просто такой типа хороший мальчик но они обо мне речь но расскажи а во сколько ты появился когда был маме и папе сколько тебе было ли это сколько появился как сколько ноль нет господи сформулировать вопрос как открыты появился сколько было маме и папе вот а папе наверное папа 52-го это получается восемь третьем году форму решаешь да это 31 маме было 29 а то есть в рассвете прям да да норма я помню я одну знаешь такая штука от 1 в семье вообще я третий третий а младше она на меня просто не было сил уже типа когда у меня появился брат все таки о первый ребенок семье надо заниматься мальчик надо вложить все в него на самом деле видно людей у кого есть братья и сестры у кого кто один в семье это это видно по мироощущению серьезно как тут чем а дело в том что кто один в семье всегда очень эгоцентричного отношения себя я я такой эгоцентрик просто чувак вообще просто она видимо просто тебе мы положили на тебя это пусть растет а я считаю что это лучшее воспитание я же еще потом учился на три года три года на педагога-психолога то есть в кирове в кирове да детского 0 до 6 мой профиль я понял что ребенку нужно давать свободу не нужно на него наседать вот и я стараюсь со своим сыном также соблюдать он тоже ведь бро я не хочу чтобы он говорит он говорит слова бро нет пока я хочу чтобы он делал то что он хочет делать и я хочу под него подстраиваться если это не деструктивно естественно направлять его когда я понимаю что то допустим ты пустишь его ползать по электричке грязный я вообще у меня нет просто детей во сколько лет ну допустим в два года два года нет я выпустил есть такое в педагогике такая вещь ребенку нужно давать столько свободы за сколько он может отвечать два года он не может отвечать за то чтобы быть безопасности пользу ползая по электричке а в 15 лет скорее всего если я не буду об этом знать да я тоже по этому поводу у меня есть некая рефлексия я то что спрашивают мама наша с наташей она постоянно пушит где внуки где внуки я умру одна с котами я буду ходить по парку как сумасшедшая нас такая семья и живет там дочка с матерью престарелые ходят бездетные в общем это хейт вот и тоже непрекращающийся вот и когда мне спрашивают мама будет буллинг это буллинг да вот это слово буллинг это материнский буллинг и мама спрашивает все время гудок саня шурка или сашка кого ты хочешь мальчика или девочка и я однажды в ютюбе посмотрел ролик я абсолютно хочу пацана потому что не все равно это можно быть кавычки что я хочу абсолютно пацана потому что видео есть ролик где в подъезде девчонки бухали ну ли ягуар либо что-то баночное что-то и она выпивает и падает лицом по лестнице и катится ну типа и наложили потом был уракею тара 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 тата 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 и она вот это катится евро это могла быть моя дочь я надо так это запала мне это в голову я больше всего не хочу моя дочь падала пьяная от ягуара в подъезде я понимаю что это нужно это будет по-любому они будут это делать ну как бы мы так делали и возможно им нужно дать это сделать да но как-то почему-то в отношении пацана я могу поймать пусть он придет к синякам нос сломает но он упал пьяным там попробовал но девчонка ты знаешь какое главное отличие мальчиков вот допустим двух-трех лет от девочек а ну мальчики просто письку таки сильно показывают мальчики хотят чтобы просто было бубум то есть они хотят просто простых извлечений скатиться с горки что-нибудь уронить по быстро проехать и с этим очень легко работать и в чем быстро в это подстраиваешься да ребята очень простые девочки с двух-трех лет хотят разрушить твою жизнь они хотят тебя поссорить с тем и чтобы еще давай поиграем в игру но по моим правилам если они не выигрывают мальчики злятся девочки такие нет тут другое правило будет мое девочки очень сложные они такие на психологии такие зная с двух лет на взаимотношение уже с двух-трех лет они уже начинают просто в мозги тебе залезать и я не знаю готов ли я к этому потому что не знаю да ты получается как бы младенческий сексист на самом деле кто бы не родился ты будешь любить его больше жизни и такой стопроцентный рейд завтра за него где я запишите мне пожалуйста в первые ряды так а папа папа сейчас уже не живу и папа умер в я закончу 11 класс у меня было после выпускного это было внезапно это было страшно то что ну вот выпускной в июле да мы бы тебе было в 18 18 мне было 17 и вот на следующий были через два дня он грузил сено у бабочки в деревне отравился тромб это все скоростно очень инсульт а инфаркт инфаркт в общем я поднял трубку дома был мама мы с мамой делали я помню что мама пришла с работы саша давай делай медали у моей подруги я очень хорошо помню день у моей подруги 50 лет мы дома лепили какие-то там ей медали когда мама писала какую-то открытку в очередную там адрес поздравительный и позвонил телефон я подбегаю трубкой не понимаю что там что-то какая-то женщина говорит и она говорит что типа все вот в володе володе нет володе нет по владе умер и соседка большой вам будет кто кто звонит а я боюсь передать трубку и все и стою вот так и это я это запомнил нашу жизнь потому что я в одночасье стал взрослым я ну все закончилось вообще до момента выпускного я был еще как бога школьником да а тут вот сразу стал работать сразу после наверное после двух наверно после месяца после смерти я начал уже вот эта фраза что вы выходите в взрослую жизнь да ну как бы начал сразу начиная с охранника магазина но то есть ночью я заходил в магазин на закрывал дверь на какую-то тряпку всем горю что у меня сигнализация спал на ящиках между или за чего это было нужно видимо магазин просто не закрывался можно вопрос да а папа возлагал тебя какие-то надежды ты должен быть этим вот отцы нашего поколения они этим греша греши ты должен сделать я сказал теперь я не 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 я в том что как бы мне кажется и папа ушел от инфаркта того что он очень много переживал внутри себя не выдавал очень замкнутым как бы когда моя мама абсолютно итальянка в отношении того что она наорала накричал ничего себе не держит и тут же сдалась выдохлась и она я уверен что она очень долго потому что она не может держать себе а у папы же абсолютная противоположность маме потому что он все держал себе этот это когда закрыли завод он не получал там более двух лет зарплату все мы там жили в док мама перешла у завода работала там убирала магазин в общем а мама говорит я не буду уже работать на заводе потому что нечего есть да нечего есть да ушла в магазин брала там еще какую-то вторую работу папа до последнего работал на смк потому что ждал что вдруг да вот так ну как бы вот такой человек и я точно сколько я журнал папе лет когда 48 48 до мой папа умер в 51 год а причем чувак мой день рождения да ты отмечал дайте нету как бы а в ночь на мой день рождения когда должен был произойти папа умер я почему это тоже было тяжело очень но это тоже скоропостижно когда конечно 51 год тоже инфаркт то же самое у тебя папа выпивал раз он назову конечно мне кажется связано было с плохим алкоголем с поедать нет суровым образом в том что как тебе сказать не выпивать на в этом месте невозможно потому что я тоже был рабочий вот месяц работы на смк я понял что пьяными они даже работают охотнее охотнее потому что помогало мириться с этим это всегда стоял вот эта бутылка которая там стояла в общем за прессом за прессом она всегда у них там стояла где мы там ну в общем у работе я не по пьяни они делали даже все это лучше я почему спросил про взаимоотношения с папой потому что я помню что когда папа умер я тогда год был в академии уже а папе не говорил я не говорил ему что я не учусь в институте и это мне так было хуёво что я ему вынужден брать а то есть ты приходил мама решили не говорить ему пока потому что у меня были из-за того что я работал на телевидении занимался всякими творческими штуками рекламе снималась так далее я совершенно позабил болт на учебу и а папа сказал ты должен закончить университет и как бы как бы он на меня возлагал надежды какие-то и когда его не стало это открыл на дорогу в москву я расслабился я стал как бы как бы вышел из-под из под его ожиданий как бы как бы это странно не звучало вот я не было такого что папа не знал и был технарь до нас парень стал саша гудковым шоуменом это довольно как бы большой прыжок скорой вообще расскажу себе мой папа не знал что я поступил институт он не успел это узнать вот а по поводу учебы он вообще никогда не переживал потому что и мама и папа я смотрел их аттестаты это как бы классные удовлетворительные тройки тройки моя мама единственная четверка в аттестате по рисованию ну вот папа были одни тройки так тем более они должны гореть получая пятерки не будь как мы они они я я тебе точно скажу знаю что кто меня мама это мне ругала как я выгляжу как на день мужскую дубленку все равно я очень это в душе и очень гордится что вот саша вот там допустим она вот тебя вот там в рекламе посмотрите нам по телевизору там что-то сказали и папа я думаю что сейчас будет где-то видеть по-любому нормально ко мне но в девяносто девятом году на двухтысячный меня первый раз повезли сочинский фестиваль еще будучи школьником меня увидели на школьном кв не старший старшаки из мать и игорь вот так давайте мы к вас поедем в сочи и мы тебя возьмем иметь наташка со мной я как бы поехал для меня это было абсолютное я оказался вот как просил господи нагучи в этом году я видел всех русталёва полину сибогатулину плюс там пальмы пальмы зимой море я впервые я впервые увидел море все молодые красивые на движухи конечно такая же история и это на меня так я фотографировался с кем возможно две недели мы выступили три минуты позора конечно там посмеялись это там надо мной посмеялись я точно помню и и вернулся я был типа когда показывал фотографии когда знаешь это был такой супер ренессанс к в на потому что играла петербург бгу утомленные солнцем вот такой прям армяне вот что-то прям вот все всем мечтали юморить в к в на и кто-то принес домой видео кассету с нашим выступлением папа до этого никогда не видел как я выступаю что этом делал и показали я помню что дому сочинский фестиваль да 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 кусочек там же вот эта запись была в жемчужине жемчужине да вот естественно не в телевизору а вот ну даже три минуты там какого-то ужаса и я помню я запомнил это навсегда потому что он единственный раз видел меня вот на сцене в этом отношении на то что в школу никогда не ходил ну как бы ну и что-то там выступает он к норм когда он как искал сашка нормально это ты ерунда нормально типа него и да 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 он этому 6 да это это я там по-моему делал пародию на илью лгутенко что-то такое там вылезал какой-то там не помню что-то у меня были длины волосы и он такой это ты ерунда нормально нормально и как-то вот единственный я запомнил оценку в этом отношении я как-то подуспокоился потому что мало ли что слишком эпатажно слишком там что-то в этом отношении было классно мама до сих пор главный хейтер в моей жизни ничего и не нравится да вообще у меня у меня все спрашивают как я я не знаю почему так откуда это у меня мама из деревни самая простая она крайне понимает и поддерживает все что я делаю хотя казалось бы я иногда делаю очень странные вещи а у тебя мама нет она говорит сашка ну надо же все понятно что было чтобы она все время мамка ну вот мы вышли где-то там кто-то вышел опять вы выиграли ну да ой опять вы тут будете все это готовить когда уж вас там выгонят с этого квн уже ему до последнего опять приезжала руден к нам в городе ну вот посмотри танцуют поют одеты красиво мужчина костюм а вы такое ощущение как стоит свадебный стол а вот так вас свадебный стол вы сидите едите потом давайте вы выбегайте за стола чё-то гад паха и опять есть сели вот так она нас назвала вот как будто вы за стола с вами сейчас как ну и сейчас тоже так она еще успевает следить за тем что ты делаешь нет слишком много она не вообще не интернет как сказать не интернет не кликапельное другое слово интернет не то что не ну да она не интернет юзер не интернет юзер вот мы любим слово юзер 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 мама юзер рая юзер очень разрыв только смотрит то что есть по телевизору она виде там допустим в рекламе или там камеди вумен камеди вумен да потому что она тнт не любит смотреть все у нее есть три канала которые она любит обожает все что связано новыми русскими бабками она обожает вот такие как бы сказать у субботние вечера вот когда вот по телевизору когда что делает андрей малахов когда собирает берут звезду и там вот честно саша знаешь я хотел спросить вообще свойственно опять-таки нашим родителям не интересоваться действительностью мне кажется она не хочет интернета не хочет чего-то нового потому что это все непонятно но это страшно и не потому что это нужно я сам за собой стал замечать что иногда я боюсь нового я сука специально себя в это окунаю чтобы не быть я понял я к тебе хотят тебя хотел спросить ты не боишься как бы старости вот здесь боюсь этого самая моя большая фобия моя я боюсь показаться молодящимся для всех для молодых для молодых выглядит типа знаешь вроде бы как бы уже 37 будет в этом году а вроде ходят там валенсия я чудо слушает рэпчик такой знаешь а я просто интересующийся в этом отношении я не хочу как бы ну вот здесь состарится для меня самый большой страх моей жизни я ну я всеяден абсолютно все могу посмотреть и ютюбе все что предлагается тебе не пугайка тебе написать смотри появилось что-то новое популярно я только привык к миру нет я как бы в этом отношении всегда смотрю и не брежу по поводу если мне допустим мне не нравится допустим ну появился прецедент инстасамка очень много всего очень много в этом отношении неоднозначного но как персонаж она меня как-то даже так вот так просто там 80-летняя девчонка который ведет себя как будто она не знаю король не знаю кто она там бич queen вообще просто живет почему бы нет я как-то в этом отношении очень лоялен вот ко всем новым проявлением а по поводу мамы да знаю допустим у мамы есть брат и сестра родные и допустим и тетя вали и ленька они более еще консервативные мама моя мама вообще в этом отношении она их их учит тренсеттер да тренсеттер потому что допустим маму ли я в ригу поедем поедем так я значит в ригу поеду там на хоккей вот в этом году мы на год и там на хоккей она сходила за казахстан почему-то болела хотя игра играла латвия это самое смешное так на орган меня сводил домский собор так и на болото в церковь и вот в общем она вот такая 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 и когда приезжает естественно в ступино и окружает родственники и и возраст она сказать ой я тут была тут-то там-то тут-то там-то здесь и она там королева потому что она вот еще в возрасте тоже интересующийся в том что она конечно не как сказать не супер прогрессивно может быть но еще не глаз не остыл как глазки еще вертится как у вертера по поводу старости часто в для меня пример самый большой вернее для меня самый яркий пример это светлаков он превратился из когда он был в прожекторе пирос это мое мнение лично в парис хилтоне он был он был типа таким ненормальным свободом свободно мыслящим парадоксальным мыслящим комиком да сейчас от него ощущение что он лев лещенко темы которые он поднимает вот еще какая проблема не значит что нужно шутить про тик ток в каждом своем предложении но как будто бы он отрицает действительность буду забронзовел как будто бы он за ну как бы почему так произошло и почему так происходит вообще в очке однажды брал интервью у сюткина он говорит как югославская электроника я думаю бро вот тут я подумал да даже бро ты чего а может тебя троллит нет валерий милан строй не суткин 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 валерий милан че говорю о меланах валерий миланович и миладзе нет валерий миланович тролль в этом отношении он нет 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 он на полном серьезе это он за он застрял в югославской электроники и его публика с ним понимаешь ему наверное не стоит ну не нужно сгнаться за какими-то темами как избежать вот этого старения к юмористического комедийного и так далее попал интересоваться интересоваться сто процентов но здесь здесь наш как у меня есть некая палочка выручивать как сказать моя работа заключается в том что я каждый день должен быть в курсе всего работа на вечернем урганте хиран на здесь сейчас надо быть абсолютно во времени да но вот смотри есть ник ток это абсолютно поколенческая штука это еще лайки ты знаешь чуть моложе все детки да 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 у меня вчера были ребята которые спецы по тик ток да они мне все рассказывали долго долго как-то все устроено я понимаю что это поколенческая штука это будет нелепо да если я начну на полном серьезе участвовать в этих челленджах что делаю сейчас наши звезды это нелепо тик ток это абсолютно альтернатива всему тому что происходит туда ушла молодежь чтобы старперов не было когда они приходят гости старперы такие вы чё ребята вот но неважно и есть вещи поколенческие то есть как бы я не интересовался но не могу я дольше пяти минут листать тик ток мне просто дурно да да при этом у тик тока есть положительные какие-то функции так далее люди там самовыражаются и для них это прям жизнь там своя своя движуха кто-то даже монетизирует это все все нормально тик ток скоро будет давать фору instagram вот понимаешь есть поколенческие вещи и как оставаться в этом отношении я абсолютно я не знаю ну как бы вот у меня есть эта грань что не я не перехожу на территорию того где бы меня посчитали супер хайпажором в том отношении что чё ты с седыми мудями залез в наше юная лона где мы пахнем вербой от тебя пахнет вареными макаронами игру как бы ну здесь как-то знаешь поэтому здесь у меня еще такая штука есть что я каждый год гоняю вожатом там творческий лагерь камчатка да да в он в эстонии проходит ну в палатке мы живем там 12 дней творческий лагерь ребятами от 11 до 16 лет там по-разному и я 12 дней я как бы напитываясь напитываясь я просто знаю как живет молодежь как они это каждый год по-разному каждый год каждый год я вижу как взросление каждый вот как я вижу как а ребят они все же по-разному там по-разному там поколение уже сменилось есть где мои дети которые уже имеют детей даже так уже есть сказать как меняется гендерные отношения как абсолютно все теперь знают слова буллить и все меня вот допустим они начинают кого-то там все каждый год объяснили эти социальные это связи и люди понимают когда вдруг они работают неправильно конечно все вот это когда наше проникновение такая не диффузия когда молекулы в молекулу разную не помню в общем то есть такой термин такой физики термин физики когда допустим лежит ручка и на стекле диффузия в процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами другого вещества вот мы не знаем а это полегло и даже есть некая диффузия сейчас между этим и этим предметом и так же я в них растворяясь эти 12 дней они во мне и я приезжаю все говорят гудок типа ты тратишь свой отпуск а я приезжаю там лучше туда съездить чем прости господи или не знаю где-то на капаньганьке все на этом капаньганьке едят какой вкусный рамы на сан сайте у меня лучше там провести эти 12 дней я буду абсолютно в атмосфере непредсказуемого юмора потому что дети это самый большой источник того что я не буду и не знаю что будет дальше потому что у них нет нет рельсов в котором они ездят они только их создают допустим я знаю там что скажет вовка марконе знаю что скажешь гриш к шатохин на ту определенную ситуацию а вот то что выходя из столовой скажет мне там вася допустим там александр башмачок что почему башмачок за что конечно этого не прогадаешь и это есть чистая какая-то вот этот кристалл энергия энергия этот кристалл который вот смотришь он чистый незащаренный круто и вот в этом отношении я я как-то сказать я не переступаю черту потому что меня все подростки включают в их чаты да я говорю пожалуйста я удаляюсь каждую там месяц в неделю хорошо говорю не пожалуйста я не хочу знать ваших внутренних потому что допустим заходит ваш папа потому что это педофил потому что знаю ваши отношения потом меня короче посадят я просто знаю что куда там кого-то кого-то целовать кто-то там ходил ну я не хочу это знать пожалуйста вот есть темы которые я не хочу знать сколько длится смена двенадцать дней она очень коротко это летом ну да это начинается с июня до августа до 6 6 смен блин круто уже одиннадцатый год этот лагерь и филипп бахтин который придумал все это невероятное как-то сказать я не то что пествую то чтобы туда поехать то что там но все равно это за деньги и в основном это рассказать как общим среди российских детей невозможно потому что ну две трети это такое дети либерально настроенных родителей ну там есть и очень много детей с двойным гражданством есть эстонские которые русские ну как бы сказать но не самые простые вот ну я в них абсолютно уверен это поколение растет супер каким-то правильным посылом веры даже не то что мы перестроим россию или мы при этом сделаем вот знаешь когда вот такие есть они верят в себя они не зашорены каким-то внешними факторами они вот каждый знает свою свое предназначение в 14 в 13 15 они как мы с тобой до 25 лет рисовали на заднюю партию на нас не было информации до информации мы реально раньше сейчас уже в меньшей степени город на тебя влияет да 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 я бы ты не родился в россии в принципе ты в курсе всего интернет да и из интернета да 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 поэтому дайте ребята посвободнее и побыстрее ну конечно вот допустим спрашивать вот допустим сейчас вот в интернете мой любимый сказать даже это не новость а такое облако информационное облако сейчас абсолютно будет говорить по весь такой тиктокер володи xxl который сказал что геи вообще зачем они рождаются вообще чтобы там расстрелять ну как бы такая там молодой да да вот и потом было интервью володи с андреем петром андрей петров это супер для меня сейчас персонаж который который открыто признался что гомосексуал что у него очень потаж на красится что вообще вообще супер в этом отношении сильный чувак признать в общем гомофобной стране что он гей вот так на всю открытую он мне кажется первое так сделано в ютюбе а он кассив женский макияж да 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 он бьюти блогер он рассказывает как правильно наносить макияж вообще ну вот и все смелый в этом смысле вам нет я как бы сейчас смелее мне кажется его нет и для меня абсолютно показали того что вся интернет армия людей встала на сторону андрюхи петрова да вот в чем и такое же поколение в лагере не абсолютно есть допустим проявление сексуальности мы растем от пубертатный период на все по-разному в лагере ну там может открытую сказать девочка я наверное лесбиянка я там что-то вот и никто и там каменьким не кинет вообще ну и как бы они живут в другом мире конечно вообще для того чтобы ну она там лесбиянка она она с тобой мама говорила про секс или папа со мной никто не говорю про секс что за фигня ладно сейчас я не буду на ману гнать наши родители по плоды своих родителей понимаешь да и опять-таки слава богу появился интернет у него есть много минусов но есть очень много плюсов и innovating на информация доступнее послание правильно стали доходить до техных до кого они не доходили до моей маме не объяснили как правильно жить как правильно быть не показали пример до и она конечно же она очень любит нос он но никто не говорил про секс потому что для это было запретная тема может думали что еще рано после 3 может моим братом сможем матери поговорил я тебя закон а со мной не успели но со мной никто не говорю про секс это очень плохо. Я бы очень хотел, чтобы в моем детстве моя мама посадила меня, потому что я был очень стеснительный. Заговорить с девочкой, это просто невозможно для меня было. Чтобы она меня посадила, объяснила, как девочке устроено не в смысле анатомии, а в смысле головы. Как нужно действовать. Чтобы она просто мне говорила, будь смелым, будь настойчивым. Это работает. Я бы такой, а-а-а. Если девочка сказала, нет, не расстраивайся, иди пробуй другую, это просто ты не ее идеал и так далее. Пробуй другую. Пробуй, да, да. Это не значит, что с тобой что-то не так. Просто ты ей не понравился, ты не ее вкус и так далее. Со мной никто ни о чем не поговорил. И это очень плохо. В таком поколении мы выросли. Да. Поэтому молодежь гораздо свободнее. Конечно, есть опять-таки минусы, потому что они слишком много знают. Возможно, у них нет детства. Потому что какое-то... Оно есть, но другое. Другое, да. Возможно, вот незнание некоторых вещей делает детство детством. Понимаешь, да? Так где этот идеал этого детства? Может быть, вот то, что проживаете час поколения, это и есть правильное детство. Может быть. А мы с тобой жили какое-то... Прости, господи. Продолжение. До солнечной пиздаточки, которые... Лунтики, лунтики. Лунтики, да. Да, в абсолютном вакууме информационном. Бро, как устроен чикен карри? Я ничего не понимаю про это. Вот давай так. Давай. Насколько сильно ты реально вовлечен в дела чикен карри? Вообще, стопроцентно. Что ты там делаешь? Вот ты кто там? Вот чикен карри, это что? Кто чикен карри? Да, у нас это семь человек. Сейчас скажу. Гриша, Вадик, я. Дима, Миша, Рома. Рома Хан? Рома Ким. Ким Ким Хан. Да, Рома Хан тоже есть. Да? Не у нас. Рома Ким, Майя и Даша. Это наши администраторы. Ну, получается у нас... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, в общем, где-то порядка десяти человек. Десять человек. Мы все работники в чернию. Вы все? Все. Еще Ира. Ира по финансам. Вот кроме Иры. Ира по финансам. Кто вам подгоняет... У вас есть маркетинг неплохой. Это Ира. Кто вам подгоняет клиентов? Ну, они сами сейчас начали появляться. И уже как бы есть выбор даже, представляешь. Да, даже. Я-то представляю. Мы-то такие, как бы еще уже можем и... Ебалом поворотить. Прости, Господи. Да. Ну, вот Ира и Гриша занимаются в основном интеграциями рекламными. Да. А я, Вадик и Григорий тоже, тот же самый, Григорий придумываем, а ребята снимают. Монтируем тоже сами все сделаем. Это же очень много сил у тебя снимает. Ну, как сказать. Или нет? Это по кайфу, потому что... То есть твоя команда все делает, а ты приходишь, или ты прямо сидишь с командой, врождаешь это? Я не пытаюсь тебя принизить. Да, нет, нет. Когда как... Тебя берегут, потому что ты один? Или прямо... Нет, я же так... Нет, почему? Ну, вчера у нас в коллективное совещание было. Мы троем сидим, придумываем, что нам нужно нового. Мы троем сидим до последнего, выдумываем. А никто не поможет. А, допустим, по придуманной сценарии, Гриша с Вадиком могут и одни без меня. И говорят, Гудок, вот так... Я говорю, а вот я вот тут вот такую я приношу, допустим. О, давай ведьмака, ребята говорят. Давай. Сейчас прям ведьмака будем сделать. А давай вот тут такой, типа, глухарь залез на человека. Давай, инстасамку породит, давай. И, в общем, в основном, наверное, в плане сценария я прихожу только на... Когда уже конфетку заворачивают в фантик. Да. Потому что и Гриша, и Вадюха вместе пишут главный скелет. И потом уже мы все там что-то доделаем. А дорого такую ораву кормить? То есть вы зарабатываете много, но это все... Почему много? Я не знаю. Я знаю, бро. Откуда ты знаешь? Я все знаю. У меня везде свои люди. Я интересуюсь. Но как дележка происходит? Прости, что я тут Дудя включил. Да нет. Я не про цифры говорю. Как это? Ну, мы как бы все прозрачно. Конечно, все прозрачно. Ну, да, определенные зарплаты есть у ребят. У кто монтаж... Если он монтирует и оперирует, то две... А кто с ними говорил про зарплаты? Ты? Гриша. А-а-а-а. То есть Гриша — это завхоз всего... Всего чекенкарри, да? Ну, да, наверное. Интересная вещь, на мой взгляд, по моим рассуждениям, случилась с Ютьюбом. За последний год. Полтора. Это опять мои рассуждения дилетантские. Возможно, ты согласишься. Ютьюб перестал... Из-за того, что туда пришли очень большие деньги... Так. А они туда пришли. Ютьюб перестал быть местом сам издата. То есть там по-прежнему он есть. Но сейчас туда пришли большие ребята. И это фактически филиал телека. Label.com — это филиал ТНТ. Все самые большие цифры за ними. И в этом большая заслуга и тех, кого мы не знаем, и кого мы не видим. И маркетологов, и рекламного отдела, который находит эти деньги, чтобы снимать так дорого и жирно и так далее. Вы практически телек, который запустил свои корни в Ютьюб и очень крепко. И Ютьюб перестал быть местом, во-первых, одиноких бойцов. Потому что если ты один, тебе хана. Вот какая... Я не могу один бороться, допустим, с чекенкарей, потому что у вас там 10 человек. Ну, смотря какой контент ты выпускаешь. Ну, конечно, да. Ну, если, допустим, ты хочешь перебороть Влада Бумагу, то... Самый популярный блогер. Прости, я... Ты чего? Влад Бумага. А4. Влад Бумага А4. Так. Ну, допустим, твой контент в том, что ты пробуешь, допустим, «Едим квадратную еду». Да. Он очень популярен у молодежи. Поверь мне, все равно это требует какой-то команды. Я думаю, что с ним... Конечно, да. Я не знаю, платит он им что-то или нет. Нет, абсолютно... Нет, сейчас все такое коммерциализировано и продумано. Какую... Тебе нужно настраивать таргетинг хорошо, тебе тоже классно прописываешь хэштеги. То есть это работа. Конечно, да, да, да. YouTube перестал быть развлечением и стал местом работы, где люди зарабатывают достаточно большие деньги. Конечно. А бренды большие деньги тратят с удовольствием. Нет, потому что все поняли, все эти бренды поняли, что главный посмотритель сейчас в YouTube. Потому что у всех есть телефон. И все смотрят, да, в любой свободной... Даже уже ноутбук никто толком не смотрит. Смотрят все в телефон. В телефон, да. Это всегда под рукой, в любой момент ты включаешь... Всегда может прийти тебе информация. Даже та же самая ссылка, колокольчик, что на Label.com вышло то или неное новое шоу. Теперь вопрос ко мне к тебе. Это хорошо, потому что зритель выигрывает. У меня сдох ноутбук. Я больше не смогу смотреть на Владу бумагу. Это хорошо, потому что выигрывает зритель. Он получает... Допустим, ты смотришь много западного контента. Но мне кажется, что русский YouTube, российский YouTube очень разноплановый. Есть все, что ты можешь. Есть и кот говорящий, купил часы и собирает голосом. Мы сегодня купили. И такое есть. Есть Влад Бумага. Есть упади там в прорубь или умри. Но движение идет в сторону больших сообществ, как вы. Label.com, Chicken Curry, ребята из Питера. Клик-клак. Клик-клак и так далее. В сторону профессиональных сообществ, где люди... Почему, например, хорошо зашел Лапенко? Потому что это актер, который учился много лет, чтобы исполнительскому мастерству. После Лапенко тяжело смотреть на сам издат и кривляния людей, которые не учились долго. То есть повышается уровень SEO. В видеокартинке. Сценарный. Приходят люди, которые умеют писать сценарии, учились долго. Креативные, продюсеры и так далее. Денег больше стало. И вот все идет в сторону вот туда. Я не говорю, что это плохо. То есть YouTube превращается в телевизор. Форматы появились и так далее. И я хотел тебя спросить. У тебя вышел классный клип, называется «Тиктоник». Почему он появился? Потому что это была возможность заработать? Или это была давняя идея, затея, которая реализовалась благодаря тому, что пришел спонсор? Я тебе скажу. Это уже... Тиктоник — это вообще... Как тебе сказать? Тешение собственного... Креатива. Потому что мы придумали это очень давно. Но вообще думалось изначально... Хотели Валерия Яковлевича Леонтьева предложить. Потому что это правда. Чтобы он танцевал «Тиктоник» на полном... Блин, он же может. Конечно, может. Он же отлично танцует. Конечно. Блин, это была бы бомба. Да, но мы как бы там, приведя там все «за» и «против», «минус». В общем, не сложилось с Валерием Яковлевичем. Мы предложили Диме «Монатику». Там не сошлось по датам. Ну, в общем, очень долго лежало. И когда мы не нашли... Мы всегда уже, как бы сказать... Мы всегда ищем... Это не фит. Это всегда тот человек, от которого должно оттолкнуться. Мы как бы... Я сам Саша Гудков, предложить «Тиктоник» не могу, потому что... Ну, что он только не делал? Я не соглашусь. Ну, это не... Не знаю. Это как-то не работает. То есть, ваш метод – метод парадокса. Да. Человек, который делает одно, вдруг раскрывается по-другому. Конечно. Это главное вообще. Мне кажется, это наша... Мы как это... Три путеводных звездочки мессии. Вот так все это, видимо, до конца своих жизней так и будем это нести. И когда мы с ребятами решили, давайте все-таки выпустим, потому что и песню Вадюх написал, и Крем Сода, ребята написали музыку. Все здорово. Я говорю, давайте все уже, я один, мы сделаем, все споем, без всего. Я вспомнил про Катюшку Варнау. Говорю, во, с Катькой сделаем, потому что... Она танцует. А танцует. И, во-первых, мы придумали всю эту фабулу про эту пару, которые там... Бонжур, шоу-группа Бонжур и что-то в этом роде. Получилась такая некая, как сказать, ну, мини-история про сериал, потому что раньше этого ничего не было, пролала просто песня. И с Катькой как-то все завертело-завертелось. И потом нашлись спонсоры по этой определенной... Это такая там колонка и что-то еще. Вопрос. Давай. У меня вообще... Я не собираюсь уходить в музыку в этом отношении. Не в этом дело. У меня вопрос творческий. Давай. А этот спонсор позволил купить полностью продакшн и все? Да, да. А у меня вопрос. Если это давняя идея, почему... Я тебя не обвиняю, я сам грешу этим. Почему для того, чтобы сейчас появился контент, понятное дело, что нам нужно есть, жить, платить аренды, мне алименты и так далее, да? А почему для того, чтобы какая-то идея, которую ты любишь, появилась, нужны бабки обязательно со стороны? Почему ты достаточно много зарабатываешь? Почему ты не потратил свои деньги, чтобы там не было этого спонсора? Хотя бы интегрировали все виртуозно. Почему обязательно должно быть финансовое обоснование? Когда есть способ и средства снять на свое. Вот эта вся движуха профессиональная, вот эти все спонсоры, они не убивают интернет и желание что-то создавать просто так, потому что хочется. Так это, ну как бы, одно другому не мешает. Дело в том, что, подожди... Так у вас много лет эта идея лежала. Да, но это не из-за того, что спонсор появился, мы сняли это. Из-за того, что мы хотели это снять, и появился спонсор. Это как бы, знаешь, как бы тут, как бы... Вот это первое, что я спросил. Мы бы нас вернули... Ну, если есть возможность... Я тебе не пытаюсь подловиться. Нет, 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 нет. Дело в том, что я иногда у Гриши тоже, у наших ребят, мы тоже спрашивали. Давайте, говорю, ну мы же можем вот эту штуку снять без всего, давайте сделаем. Ну, а когда есть возможность заработать, почему бы не заработать? Я считаю, что ты не был таким. Мы с тобой вели мероприятие как-то несколько лет назад, как у ТЦ, ты помнишь? Какое-то открытие. Нет, мы с тобой вели что-то про МВидео. Да, 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 да. И ты... Я тебя спросил, блин, ты много ведёшь, много что-то делаешь. Ты сказал, нет, вообще я не про это, мне это всё не надо. Ты стал про коммерцию очень хорошо, и это уважение к тебе. Да нет. Потому что big numbers, бро. Да нет. Я сам про это. Да нет. Вообще, мужчина, если есть... Мне понравились слова Шнура в Инстаграме, потому что если для мужчины есть способ где-то заработать, он должен им воспользоваться. Потому что добывать это всё наше, да? Я всё понимаю. Но когда ты в последний раз делал что-то за свои деньги? Да всё. Ну, как бы всё, что помимо чикенкария, всё делал за свои деньги. Лично я, как вот в кавычках, если я бросаю, вообще не про деньги. Вообще готов сам платить, давать, и чтобы все зарабатывали, и чтобы на том или ином проекте, чтобы только это свершилось. Ещё раз, я не пытаюсь у себя... Да, я понимаю. Я люблю деньги, просто капец. Так я не святой. Обожаю. Обожаю. Да ты просто посмотри, сидишь, у тебя на руках по 600 тысяч. Мы добавим сейчас на монтаже какой-нибудь блеск бриллиантов. В общем, я об этом начал думать. О том, что сейчас люди, которые имеют деньги... Вот, например, тот же Светлаков, возьмём его. Я думаю, что он мог избежать своей старости творческой. А он в непробудной творческой старости. Я надеюсь, что он из неё проснётся. Если бы он за свои деньги, рекламируя Билайн 5 лет подряд, или сколько там, да? Я не знаю, сколько он заработал вообще. Насколько замков он заработал. Если бы он за свои деньги снимал материал уровня Митрича. Ты помнишь Митрич в Comedy Club? Да, да, да. Это же было ебануто охуенно. Это первый раз, когда скетч был снят на кинокамеру. Я смотрел, я не мог поверить глазам, что происходит. И уровень задумки и воплощения великолепен. Что мешало ему по фану, чтобы просто не стареть, чтобы что-то делать за свои деньги, или чтобы потом пришли спонсоры, снимать это? Почему? Нет, мы, может, многого не знаем. Дело в том, что, может быть, я уверен, что Сергей является продюсером многих проектов, и это его деньги. Я ничего про него не знаю. Это мои домыслы. Я вот когда вижу каждый раз сейчас Светлакова, мне грустно. Как только он говорит, что я думаю, оу, не модно, плохо. Почему должно быть все модно? Почему ты очень категоричен в отношении каких-то категорий? Потому что я еще молод. Ты не молод, посмотри на себя. Я в пубертатном периоде, у меня все или ничего. У тебя закончились полюции? Ты точно уже не молод? Нет, не закончились. Ты хочешь быть модным. Прими, прими это. Мы же... Вот сколько комиков, например, Луи Си Кей, до скандала, сейчас никто не скандал, а обсуждаем. Ему много лет, я смотрю, он свежее всех свежих. То, как он подает юмор. Не про тикток он говорил, а про себя, про все это. Но это было свежее, а строк круто. Вот я о чем говорю. О том, чтобы быть в тонусе. Да, но это не есть тождественно деньгам, которые заработал человек. Как будто говоришь то, что если ты хочешь быть в тонусе, тратить свои деньги. А я думаю, что так и случилось. Он такой, так, подождите. Его же рекламы для Beeline были как бы креативными. И то есть как бы каждые два месяца или полтора эти бессмысленные тарифы выходили все. И он как бы участвовал в чем-то смешном. И ему еще за это очень много и хорошо платили. Как бы, что рыпаться, все зашибись. Ты производишь как будто бы что-то смешное. Это на каждом билборде в стране. Тебя все знают. Но при этом это его и погубило. Понимаешь? Я хотел тебя спросить про зону комфорта. Да, я не... Он был в зоне комфорта, что рыпаться. Да, я не имею права говорить о, как бы сказать, о творческой смерти субъекта Сергея Светлакова. Потому что, ну, все очень субъективно в нашей... Да, 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 абсолютно. Ну, для меня он как бы... Мне каждый день пишут, что я умер творчески. Все, я... Ну, вот видишь. Я говно. И, скорее всего, возможно, Сергей Светлаков с парочкой аккаунтов пишет. Нет, мне иногда кажется, что, как бы, если Сергей Мезенцев умрет, в гроб положат его и аксессуары. У меня, чувак, я цыган. У меня так много всего. Я это все обожаю. Да, да, да. Ну, студия там... Ну, ладно. Хорошо. Мне очень нравится твой... Модное слово вайб. Вайб. Я работаю... Можете респект выразить? Выложим. И выложить. Ты не... Офигенно круто одеваешься. Тебе помогает кто-то? Вот та девочка, с которой ты был у меня на шоу «Интернет против ТВ». Такая... Она то ли актриса. Помнишь, был... А с кем я был? Сейчас, блин, я не могу посмотреть. Посмотри, пожалуйста, Ир. Там был Назим. Да. Это мой компаньон по бойкату. Да. Давай, пока Ира ищет. Еще была одна девочка. Ты сам одеваешься? Ну да, да, да. Или тебе кто-то помогает? Так... Ну как? Одеваться хорошо сложно. Да почему? Потому что мне помогают. Да кто? Если бы мне не помогают... Мне кто помогает? Стилист. Да как его зовут? Марианна Елисеева. Давайте ее найдем. Скажем, не перестаньте накручивать ему челку. Да. Мне помогает Мари, и если бы не она, я бы погиб. Понимаешь, я бы погиб. Я бы ходил, как все ведущие нескончаемые, в пиджаках с бабочкой, понимаешь? И думал бы, что это нормально. Я бы умер бы творчески в одежде, понимаешь? Боже. Мне открыли глаза на это. Я был на неделе моды и так далее. Это невероятно интересно. И это очень сложно. Тут нужен проводник. Я вообще... Еще сложнее, чем вот эти решения алгоритмов. Вот сейчас я подписываю, что нужен проводник. Человек, который знает, в чем-то разбирается. И это я за. Вообще, за любую помощь. У тебя был в моде кто-то? Да нет, никого не было. Дело в том, что... Вот сейчас давай проецируем, допустим, вернемся от высокой моды и хай-фэшена. Да, вернемся, допустим, в кинематограф. Да. Я всегда за то, чтобы... Ну, был против того, чтобы КВНчики, допустим, писали... Сценарии. Сценарии. Они пишут шутки, а не истории. Да. Они на это как бы не учились. Те КВНчики, которые... Вот, допустим, я очень обожаю Андрюха Бурковского, который, пройдя школу КВН, команда «Максимум» была, он пошел уже в взрослом состоянии учиться дальше в МХТ и сейчас является одним из ведущих актеров главного театра страны. Я всегда восхищаюсь им, потому что он у него есть... Он супер универсальный актер, потому что у него есть и та школа, и эта. Потому что он, переступя себя, не будучи с короной наглая, я победитель высшей лиги КВН, пошел... Пошел с ноля. С ноля. Я никто. Да. Это офигенно круто. Это классно. Также есть сейчас пласт тех же самых КВНчиков, которые, переступя себя, пошли на сценарные курсы, еще какие-то... Есть индустрии школы, есть очень куча всего. Всего. Но я вот как бы в этом отношении ремесленник, я мало чего знаю. Когда просят, вот допустим, вот мы помогали парафон желаний, я говорю, я могу придумать диалоги, но не могу придумать структуру драматургии, потому что я этого не учился, я технарь в этом отношении. Как разговаривают люди, я знаю, я это все подмечу. Я работал в комедий-мом, 13 лет. Как женщины разговаривают, я знаю от сих до сих. У меня совпадение цикла со всеми, прошли господи, актрисами. Я, блядь, 10-я актриса в этом шоу. И, как тебе сказать, я за то, чтобы в каждой профессии был профессионализм. Вот не зря мы на это учимся. Я об этом говорю, что сейчас в YouTube пришел профессионализм. Он перестал быть местом экспериментов. Но он остался. Где он остался? TikTok сейчас, вот эта необузданность, необузданная энергия, пока все еще присутствует в TikTok. Ты заходишь, ты понимаешь, о, вот она, вот она, вот сермяжный креатив. Вот он, знак качества, куда переплыл передача. Блин, я обожал знак качества на STS. Да, я тоже. Это был STS? Да, 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 это был TV6. TV6, который стал потом STS. Даша, Даша, Даша была с тобой. Даша. Даша, 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 Даша. А фамилия-то есть? Просто Даша. Моя представителька Даша. Она классно одевается, я думал, что как-то вы с ней вместе простили. Нет? Все, ладно, все, проехали. Ладно. Саш, ты торопишься? Да. Сколько у тебя времени еще есть? Ну, давай 20 минут, просто все пишут просто разрыв. Все, убери, убери, у тебя детокс со мной сейчас от телефонов. Давай, 20 минут, отлично, будет ровно 2 часа. Расскажи мне про бойкат, каким образом ты вписан в это все? Опять же... Бойкат — это сеть по всей стране. Да, барбершоп. Причем вы были одни из первых. Ну, не первых, но... Был Чоп-Чоп, был Мистер Райт, были мы, и, 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 и. Ну, и там пару-тройку под Ферм, наверное, такое еще было, давнейшнее-давнейшнее, она с Украины. Да. Сейчас же это как бы заходить в бизнес... В каждом дворе есть. Да, заходить в бизнес барбершопов — это абсолютно нерентабельно, невыгодно. Но потому что сейчас вообще идет... Там же тоже каждый год идет некая мода. Да. Сейчас все идет к тому, что барбершоп должен быть в своем подвале. Да. Сейчас модно ходить в доме, в котором ты живешь. Да. И тратить абсолютно... Тратить на это очень маленькие деньги за очень маленький срок по стрижке. Сейчас абсолютно идет все к упрощению такой симплистии. В общем, постричься, убрать — ушел. Да. Постричься, убрать — ушел. Вот такой. Никуда не ехать на другой конец города и так далее. Я тут вот... Я езжу в бойкат. Угу. Ну, то есть... Потому что ты нашел просто хорошего мастера, видимо. Я просто люблю Арсена. Угу. Я не считаю, что его стиль, кстати, стрижки подходит под мою голову. В голову, ну... Да, но я его люблю, я его уважаю. Но твой кроп, прости господи, был божественным. Скажи, причем я его сам придумал, и Арсен такой, первый раз сделал кроп на мне. Угу. Вот. Я считаю, что это была классная идея. А это абсолютный ход в отношении своего... Это абсолютный, как сказать... Как я сказать... Панк. Это было заявление. Панк-ход в отношении тебя, потому что это абсолютно другое, и ты выглядел классно. Ладно. Спасибо. Как будто, знаешь, укушки хвалят притуха за то, что... Не-не, бро. Мне очень приятно, потому что это для меня было заявление. Угу. Я теперь другой, я теперь про... Ты как Света, я теперь совсем другая. Ты меня не читаешь. Не угадаешь. Не угадаешь, да. Кстати, мне очень нравится эта песня. Ну все. Я обожаю попсу такую, знаешь, самую деревянную. Она меня трогает, да... Да видно, по огурцовой там чему-то делаешь. Ну так вот, и барбершоп, и ребятами мы летели... Нас с обвинятелями пригласили в Лондон выступать на международном кубке КВН. КВН нашли тех, кому дали визы. Это были мы, там, Стопико, еще кто-то. И было приглашение от английской страны, русские ребята, которые там играли в... В общем, русские студенты, которые там играли в КВН. И вот мы приехали выступать. Я, Наташка Медведева, потом сестра моя была. И познакомились с ведущим. Ведущим в этот момент был Андрюх Шубин. Кто является моим сейчас лучшим другом, соучредителем бойкота. А его друг летел к нему навстречу, сзади меня сидел на зим. Мы с ним познакомились в самолете. И, в общем, это все так заверкало закручилось. Я до этого их не знал. Я являюсь старовером в этом отношении, потому что им сейчас только патрицахи. Мне уже чуть больше. Когда все мы замутили, им по 25 было. Обалдеть. Мне было 30. А как тебя уговорили в бизнес залезть? А ты деньгами зашел? Или ты, типа, медиаподдержкой? И так и этак. Прости, что я пять дудя включил. Да, да. И на стульчик съел, и рыбку съел. И так и этак. Я все равно отвечаю своим лицом. За приглашение, за размещение в соцсетях. Ну, в общем, являюсь. Всегда этим занимаюсь. Ребята чуть больше в этом отношении... Доличины? Даже не технари, а именно те, кто... Ну, технички. Совхозы. И вот, пришли гудок, есть такая тема, барбершоп. Я знал только вот барберпул, который вертится. Это который вертится, прости, господи. Который вертится. Все, простите. Который вертится... Стал, стал. Да, да, да. Ты его подвинь поближе, чтобы тебе было... Да нет, 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 все хорошо. И когда они мне рассказали, я говорю, ой, как классно, потому что это ново было. И для меня это было... Я говорю, что такое абсолютно... Когда не знаешь, я говорю, да, да, все, делаем. Потому что это очень было на тот момент... Модное слово, крипово. Да, и мы точно не прогадали в том, что... Изначально даже, когда придумывался бойкат, это было не только место для приведения мужской головы в порядок, а просто место, где можно провести хорошее время. Ну, некий мужской клуб, наверное. Немножко сексистски звучит, но... Да, причем в барбершопе, в бойкате вашем, да, нельзя встречать с женщинами. Даже те девочки, которые приходят, пожалуйста, сделайте мне мужскую стрижку, потому что девочки в салонах не умеют это делать. Арсен или там кто-то еще, он делает это в 15 в день. Им отказывают. Ну, нет. Отказывают. Да нет, это сейчас у меня феминистки сейчас... Я не тебе ничего не... Это нормально, но другие правила, простите. Да нет, запрета никакого нет. Просто есть у нас четкая градация, что... Сексист. Мужики стригут мужиков, вот так. Это очень смешно. Я до этого стригся всегда у женщин, да, всяких там трошовых, парикмахерских. Я не мог себе позволить что-то дорогое. Я прихожу в бойкат, и там мужики, значит, вот так вот мыли... Моют голову. Голову друг другу. Типа, батечка не горячая? И при этом, знаешь, везде такой, типа, рок играет, всякие такие шипы везде. Я такие, никакого гомосексуализма. Не-не-не, мы просто хорошо проводим время. Но это, как бы, как ты сказать, тактильный капкан. Нет, сейчас мне уже было бы странно пойти, наоборот, к женщине. Потому что я понимаю, что... Я понимаю прикол этих барбершопов, да? Когда ты с чуваком нормально проводишь... Я за общением прихожу. Да-да-да. Я прихожу к мастеру за общением, мы нормально к тем перетираем. И вообще, на самом деле, барбершоп, это... Вот, как бы, мы там, я, Назим Андрей, это 10% от... Всей индустрии. Всей индустрии. Нет, сейчас скажу тебе. Вообще, бизнес барбершопов держится на мастерах. Да. Если не будет мастера, не будет... Стены ничего не решают. Да, ничего не решают. Как бы мы там их не обмазали социальным золотом, и как бы не вызывался жгутков. Зайдите в наш барбершоп, у нас лучшие пуделя. Я не знаю, что там. У вас вармала, кстати, на звонке. Да, есть такое. Но все в парнях дело. Да. Вот. И это главное сокровище Москвы, потому что хороших мастеров мало. Вообще. Есть много, как сказать, учащихся, и вообще, ну... Ну, как сказать... Нет, подмастерие это очень плохо звучит. В общем, они кочуют из барбершопа в барбершоп. Но они не серьезно воспринимают эту профессию. Они как бы едут временно. И они временно пять лет. И все еще не хотят расти, потому что они же временно. И вообще, надо сказать, что это большая проблема в России найти людей, которые любят работать. Я думаю, что вы в чекенкаре друг за другом... И вообще, вас орган собрал, всех таких самородков, да? Но это вообще... Такие люди не валяются на каждом... Явно что-то случилось, да. Да. Я тебе могу сказать, что я, если нашел кого-то, кто классно делает свою работу, я в него вцепляюсь. Потому что, понимаешь, что второго человека такого я не найду. И если найду, то нескоро. Очень мало в России людей, которые любят и умеют работать. Вот. Все хотят по-быстренькому срубить бабла и особо не отдаваться. Так мы сейчас опять превращаемся в дедуль-бабуль брюджачих. Театр Плюс ТВ. Та-да, это история. Мы водки хотели, а выпили воды. Великолепный, невероятный режиссер. Театр Плюс ТВ. Потрясающе. Ты смотрел театр Плюс ТВ? Я обожаю эту передачу от того, что супер... Более томных перегрошей. Я оттуда беру очень много всего. Я хотел с тобой последнюю тему перетереть. В общем, не будем брюджающими бабками, ханджами. Сейчас поколение такое, что им нужно заработать быстро, и не задумываясь. И это не есть плохо. Это вот так мы сейчас живем. Нет. Это плохо. Это плохо. А если ты делаешь что-то, люби это. Даже если ты там временно. Люби это, будь в этом хорош. Это правильное отношение к пруду. Это здоровое отношение к себе. Ну, есть и такие. А есть и такие. Я хотел с тобой вот что обсудить. Я тебя воспринимаю как своего ментального брата. Потому что наш творческий прием часто имеет одни и те же корни. Мы обожаем хтонь. То есть российскую безнадегу, особенно которая проявляется в творчестве. И я когда беру и выкладываю в Инстаграм всяких фриков, я над ними не смеюсь. Многие думают, что я типа, смотрите, какой лох. Нет. Я, честно говоря, такими людьми восхищаюсь. Потому что это необузданное чистая энергия, которая отрицает действительность. И мы любим играть с тобой в эти плохие наряды. В какую-то вот в эстетику провинции и так далее. Потому что мы с тобой в этом росли. Город хоть твой и близко к Москве, но как будто бы далеко. Так оно и есть. Да, там три дома и так далее. Ты чувствуешь это? Что мы часто или нет? Пересекаемся в каких-то решениях. Ты любишь эти дурацкие прически? Да, в любви с тобой костюму из магазина «Сударь» я вижу, что у нас есть с тобой некое, как сказать, сексуальное влечение. Потому что нам кажется, с тобой вдвоем, я уверен, надев костюм с переливом, с шелковой нитью и надев розовый галстук, мы с тобой становимся более сексуальными. У нас просыпается нечто животное изнутри, из глубины вот этой пятой чакры. Я начинаю говорить ниже. У меня начинается сразу как будто он эти плечики придает мне какой-то массивный. Плечики, да. Плечики придает мне массивности. А сейчас стало, кстати, все сложнее и сложнее играть в это, потому что мода стала настолько широкой, что модно все. И найти странное сочетание, вот помнишь, вот клуб «Высокая талия»? Тогда это было смешно. Сейчас я смотрю, стильно, неплохо. Это, по-моему, Баленсиака какая-то, кампейн какой-то, да? Ну да. Да. И я люблю этих людей за то, что они чистые. Когда я еду в метро и заходит какой-нибудь психопат с длинными волосами, здесь лысина, и он какой-нибудь весь в блесках, и он так живет каждый день, я думаю, фак, он лучший. Я реально люблю таких людей. Это, возможно, игра в искренность. Потому что мы, я вот зацепляюсь за эту искренность и хочу как бы себя в ней найти. Мне очень нравится быть Ильей Огурцовым. Потому что Илья Огурцов это я тогда. Я когда себя вспоминаю такого искреннего, настоящего, мне как-то хорошо. Как-то это здорово. А сейчас-то что? Москвами? Все, да? Ну, я путь прошел. Вот я, мы взлетели с Риотов ТВ, потом, и личностно я взлетел, потом, я считаю, что я личностно очень сильно сдал, я не горжусь некоторыми поступками своими и своими метаморфозами. И сейчас у меня путь вверх идет опять. Это подкаст, вот этот подкаст, это один из способов вообще душу излить. Я уже сижу тут весь влажный от того, что энергии просто прет от себя. Да, как-то себе объяснить, кто я такой, люди объяснить, что как-то... Мы как люди, как личности развиваемся, все время меняемся. Вот. Саш, я тебя больше не буду держать. Спасибо тебе большое. Нет, дело в том, что в падении есть некий... Ну, ничего... В общем, что вообще... Давай резюмируем, потому что в возвышении и в падении нет вообще ничего плохого, потому что это и есть жизнь. Ты не идешь, как мертвая кардиограмма. Быть ровным... И я не требую, я перестал требовать это от людей. Ты знаешь, в чем я говорю? Конечно. Сердце бьется вот так. И так человек должен биться вот так. А идти... А идти быть ровным отличником и не падать, это ужас. Это превратится... Не хочу говорить. Поэтому, если человек не пишет гадость, я понимаю, что он скажет, что сейчас вот здесь, а потом он пойдет обратно. Я не воспринимаю... Не получится у Миногаровой назидательно сказать, я вообще против того, чтобы вот такими дешевыми заявлениями оберять себя. Это чистой воды работа на публику. Если хочешь, чтобы люди перестали быть злыми, будь охуенно доброй сама. Будь как Саша Гудков. Саша Гудков ни разу, нигде не показал, что он сволочь законченная. И люди, которые с тобой идут, они понимают, как может быть. Ну, не понимаешь, вот и все. Кстати, еще последний вопрос. Бро, не про лейбл.com, но можно и про них. Давай. Про что было дальше? Я тоже, как бы, в своем мнении, что было дальше, уже несколько раз поменялся. Но в целом, как тебе эстетика хейта? То есть, что было дальше? Не про юмор, а про недопустимые, как бы, про испытания недопустимыми комментариями в твой адрес. это аттракцион. Аттракцион американские горки. Насколько возможно подниматься, насколько возможно, как это сказать, сказать в лицо необоснованную гадость. Скорее, как ты можешь вытерпеть это? А не то, что можно сказать. Мне кажется, просто больше половины людей, которые приходят в качестве гостей туда, ну, идут это в, как тебе сказать, идут туда, чтобы оказаться в проекте, который всегда в вкладках, в первой в тренде. От этого не грустно? Грустно. Ты бы пошел туда? Ну, я же меня Нурлан звал. Я просто говорю, что я вычерпну из того, чтобы бывав у вас. Красавчиком оттуда, по-любому не выйдешь. Мне просто накидают кучу говна, какую бы я историю не рассказал. Не работая по вашим правилам, выпуск не получится хорошим. А как бы, ну, я же такой человек тоже понимаю, где нужно что-то, ну, мы такое же шоу почти делаем, где-то нужно поставить, нужно что-то посмеяться. Ну, что я там подчерпну? Ничего. Абсолютно, допустим, мне очень нравится энергия Нурлана, и как бы мы вчера разговаривали, то, что если бы не было Нурлана, это бы шоу вообще бы, он придает такой, ну, как бы, он все немножко такое... Дисциплинирует. Да, это видно, потому что когда человек интеллигентный, у него есть стержень, он в... Господи, прости, господи, он интеллигент в этом отношении. Каждого там комика взять в отдельности, они все замечательные ребята, но продукт о том, чтобы сказать, слышь ты, пидор, или слышь ты, говно, все, и на этом все. Я не... Ты понимаешь, ты разделяешь такое? Тебе близко такое? Или мы опять превращаемся в брюзжащих? В брюзжащих, потому что... Если это востребовано, это значит, значит, это кому-то нужно. Но посмотри, ну... Ну, ты сейчас скривишь лицо, потому что не хочешь это принять, потому что вот 19-й год... Не, я принял это. Я принял. Я заставил. 19-й год прошел под флагом ТИБД, потому что это лучшее, что, наверное, наш русский ютуб выдал именно в отношении... Не лучшее. Ну, как бы... Самое популярное. Популярное, да. Сори, прости, прости, да. Ужасное слово. Самое популярное, то, что выдал российский интернет, то, что... Как бы, как сказать, то, что находит слушателя у сегодняшнего зрителя. Резонирует со... Да, 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 да. Совпадает с... Может, это желание людей сказать как раз хейт? Хейт. Через этих людей. Может быть, ребята в ЧБД, сами этого не подозревая, лишают нас с Машками Нагаровой плохих хейтов. Да, да, да. Наверное, скорее всего. Наконец-то кто-то ему сказал, что он урод. Да. Но я очень люблю и там Би, мне очень нравится, как они играют. Я тебе говорю, что я сначала я даже записал сториз, как я возмущен и так далее. Потом я сел, я понял этих ребят, но я не разделяю этот формат. Ребята классные. Вот. Что-то я еще хотел спросить. Когда мы с тобой что-нибудь вместе сделаем? Да, я твоим методом действую. Давай, давай. Я твоим методом действую, слышь ты, ты по головам уйдешь. Когда мы делаем что-то вместе творческое? Клип. Илья Огурцов и... Вот сначала с Игорем Наджи запишешь? Я не знаю, когда это выйдет, но Игорь Наджиев будет у меня на концерте Илье Огурцову 31 числа в 16 тоннах. Что? Игорь Наджиев сам. Сам. Будет петь три песни, бро. Будет канавязь. И там, ну целуй меня, целуй, хоть до боли, хоть до крови. Я сегодня изучал его дискографию, и когда я увидел песню, которая называется «Нетелефонный разговор», я чуть не разбил телефон, а по пол. Это же самый гениальный вообще просто из возможных титлов альбома. Я сегодня послушаю. И телефонный разговор. А-а-а, как круто! Факин-щи! Даже лучше, чем «Воздушный поцелуй». Вот. Я послушаю. Ну, я с ним запишу фит, и тогда... Все, и тогда звони мне на пейджер. А может, трио? Трио? Как Boys Band. Да, Boys Band. Ладно, все. Короче, спасибо, Саш, что пришел. Я тебя благодарю за... У меня, на самом деле, еще миллиард тебе вопросов. Ну, мы с тобой второй подкаст сделаем. Давай договорились. Как, нормально было все? Супер. Я вообще в восторге. Все, спасибо. Давай, пока. Так, бонусные материалы, бонусные материалы. Сейчас я буду читать комментарии, мысли, которые озвучивали вы под прошлыми выпусками, какими, я точно не знаю, то, что Ира насобирала, и постараюсь как-то ответить, как смогу. Вот пишет Никита Сапожников. Кто-нибудь может объяснить, чем подкаст отличается от обычного интервью? И зачем надевать, Никит, надевать, а не надевать наушники, если и так все видно и слышно? Вообще, честно говоря, многие спрашивают, нахера вы в наушниках сидите? Вы что, идиоты? Нет, смотрите, у нас большой длинный стол, да? Мы говорим в микрофоны. Первое, зачем нужны наушники, понимать, что ты говоришь не в микрофон. И ты начинаешь промазывать. Как только ты слышишь хороший звук, ты остаешься возле микрофона. Как только ты слышишь плохой звук, ты понимаешь, что нужно к нему вернуться. Без наушников вообще этого непонятно. Ты забываешь о том, что нужно говорить все время вот сюда. Плюс, это два часа интенсивной беседы. И когда голос твоего собеседника у тебя прямо в мозгу, это совершенно другое восприятие вообще беседы. Поэтому так получается хорошо. Вот для этого нужно. Понимаете? И чем отличается от обычного интервью? И всем и ничем. Я, конечно же, имею какой-то набор вопросов и тем, которые меня интересуют. Но не требую от собеседника сжатого ответа и не жду только возможности снова задать новый вопрос. И докопаться до сути. Я хочу с ним побазарить, поговорить, перетереть. И хочу, чтобы было желание у вас сесть с нами за стол и так вот посидеть с нами. Понимаете? Я хочу беседы. Но по большому счету, конечно, элементы интервью здесь присутствуют. Мне же что-то интересно. Я спрашиваю. Так. Сережа, подкасты очень хорошие. А, извиняюсь. Сережа, подкасты очень хорошие, но долгие вступления мешают смотреть. Может, их стоит вставлять в конце или посередине. Нет. Написал ох. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Не собираюсь я ничего менять. Я считаю, что вступления не такие длинные. Это раз. Во-вторых, должно быть место где-то до начала вечеринки, где я что-то могу объяснить важное. В любом случае, нужно будет что-то пояснять. Поэтому останется так. Если они кажутся тебе длинными, ну, перемотай. Фак. Я, кстати, перематываю вступление Джо Рогана. Каюсь. Каюсь. Ну, там одна реклама. Вы заметили, что у меня вообще почти нет рекламы? Фак ю. Единорог вообще. Контент единорог на Ютьюбе. Ладно. Что-то я завелся. Вот важный вопрос. В третьем выпуске подкастов с Кожомой ты говорил, что Кожома будет периодически твоим соведущим в подкастах. В связи с этим назрел вопрос. Где Кожома, блядь? Тоже мне канал написал, да? А, значит, смотрите. Мы с Димой записали выпуск в Новый год. И что-то не получилось совсем. Прямо, ну, совсем не получилось. Моя вина. Я беру на себя вину. Я все неправильно там организовал. Вот. Потом Дима заболел серьезно. Вот. А потом я уехал. И что-то как-то все не получалось. Дима вернется. Вернется и иногда будет. Еще так получилось, что так много гостей соглашаются ко мне приходить. А выпуск всего лишь раз в неделю. Что я Диму очень люблю. Я еще не уважаю его. Но вот пока как-то вот что-то вот в пути он. Может быть, мы будем второй выпуск в неделю делать с Кожомой. Ну, коротенький. Минут на 40, кстати. Хм. Ха-а-а. Прямо сейчас мозговой штурм произошел. На ваших глазах. Да, кстати, вариант. Благодаря подкасту узнаю, что оказывается уже среда. Валентин Мурзин. Да, бро. Знаешь, сколько сил нам? И особенно Данилу, который монтирует сейчас пока это. Вынужден монтировать. Стоит, чтобы это выходило 12 дня каждую среду. Вообще. И Ира, которая все заливает. Ир, что ты заливаешь там? Не заливай. И, кстати, да, мы решили, что аудио хрен с ним. Я что-то все усложнил. Я веду себя как гормональная женщина какая-то беременная. Ромашка. В общем, мы решили аудио подкасты заливать сразу в день релиза видео. Что-то, наверное, так правильнее. Ну, слушайте, ну, ищем, пробуем. Вот, очень важный вопрос. Или просьба. Или просьба. В видео версии плашка появляется. Да? Если вы, допустим, аудио слушаете, не понимаете, что мы там такое произнесли по-английски, то либо в плашкой на видео, либо под видео в описании на YouTube вы найдете то, о чем мы говорили. Вот. Но показывать картинки, я считаю, что это неуважение к вам. Потому что я считаю, что вам не 6 лет. Реально. Я вот настолько вас уважаю, я так люблю, что считаю, что вам не 6 лет. И если вам что-то интересно, посмотрите, что там всплыло, погуглите. Окей? Вот. И это все усложнит, усугубит. Я не считаю, что я настолько должен ваше внимание удерживать, помимо интересной беседы. Ммм, если беседа фиговая, никакие картинки ее не спасут. Так. Врачи, гости врачи, это очень интересно. А с твоим подходом и вопросами получается не совсем стандартная беседа. Я не знаю, это хорошо или плохо. Это хорошо, да? Александр Бобер. Я очень люблю беседовать с врачами, потому что это недосягаемо для меня умные люди. И я обещаю, что специалистов, и врачей, и всяких ученых, и прочих, и прочих, мы всегда будем приглашать сюда в подкаст. Помимо актеров, просто моих друзей и так далее. Будут все, 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 все люди. Это не будет просто контент, куда приходят полузвезды и звезды. Сергей, пригласи женщин крутых тоже. Ольга. Да, да, да. Но так просто, ну вот просто так вот пока получается. Будут женщины, обещаю вам, будет много женщин. Мы уже договариваемся, уже договариваемся. Все, вопрос решается. Вопросик решается. Вопросик, так Путин говорит. Вопросик решается. Вот я не знаю, стоит это зачитывать или нет. Типа я себя хвалю. Я сейчас себя хвалю через другого человека. Очень удивлен. Всегда представлял себе Мезенцева как Хмачай Белагура. Балагура. Белагура. Белагур. И Балагура сейчас вижу, что глубокий мыслящий человек. Спасибо большое, Улен Шпигель. Я очень люблю беседовать с людьми, честно. И доставать из них информацию. Это вот мне всегда нравилось. И я рад, что предоставилась возможность это делать. Давайте еще один вопрос и все. Да, вот Сергей Вятчин пишет, что ему нравится что-нибудь таких вставок, перебивок, рекламы и прочей фигни. Да, да. Этого полно в других каналах. Ну все. Все, ребят, на сегодня все. Я буду делать теперь это регулярно. Возможно, каждую неделю, возможно, нет. Я про вот это вот бонусы. Поэтому активнее спрашивайте, пишите. Я очень люблю конструктивные взгляды, какие-то мысли, соображения. Хочу расти. Моя прекрасная команда тоже все много сил тратит, чтобы делать этот подкаст лучше. Поэтому пишите. Я все читаю. Спасибо вам. Буду отвечать по мере возможности на какие-то вещи, которые меня зацепили. Все. До следующей среды. Пока. Продолжение следует.